Уважаемый слушатель, просьба поставить лайк и оставить комментарий. Это очень помогает продвижению канала. Спасибо и приятного прослушивания. Николай Стариков. Спасение доллара. Война. Анотация. Доллар рос на крови Первой мировой. Доллар стал главной валютой на руинах Второй мировой. Ничего не меняется и сегодня. Спасение доллара – это новая война. Чтобы остаться на плаву, США готовы погрузить в хаос весь мир. Ничто более нестабильно. Доллар, евро, НАТО, Евросоюз – по швам трещит все, что казалось незыблемым еще вчера. Как выстоять на двигающемся новом мире России? Что для этого делает руководство нашей страны? Об этом и о многом другом в новой книге Николая Старикова, автора бестселлеров «Кризис, как это делается», «Шершеля нефть», «Ликвидация России» и других. Понимать смысл поступков политиков – значит уметь предсказать будущее. Будущее России – будущее каждого из нас. Что будет с Соединенными Штатами Америки и долларом ФРС? Станет ли Китай мировым лидером? Зачем Вашингтону Третья мировая война? Каким образом связаны Росцен, Федеральная резервная система США, мировой терроризм и правозащитные организации? Кто и зачем захватил судно «Арктик-Си»? Почему Адольф Гитлер спасал британскую армию вместо того, чтобы ее уничтожить? Зачем барон Ротшильд шантажировал русского царя? История, политика и экономика тесно переплетены между собой. Так, что одно не отделить от другого. Мир не таков, каким мы его себе представляем. Сегодняшний мир не предсказуем? Нет. Его можно понять, а события предсказать. Если вдуматься, что происходит на самом деле, пора открыть глаза. Часть первая. Игра по правилам кризиса. Одна мировая валюта. Один центр ее выпуска. Единый стандарт демократии. Все, что выходит за ее рамки, неправильно и не нужно. Это наш сегодняшний мир. Он тяжело болен. Разве одна валюта – это демократия? Разве одна держава, решающая все изо всех, это демократично? Нет. Наш мир и вправду тяжело болен. Мы просто об этом не задумываемся. Почему доллар печатает не государство, а частная лавочка, Федеральная резервная система? Почему весь мир копит доллары, а ФРС их печатает? Как можно напечатать деньги просто из воздуха? Все лежит на поверхности. Надо просто задуматься. Остановиться и оглядеться по сторонам. Куда мы движемся? Зачем весь этот рост? Все эти проценты и индексы? Если число голодающих в мире растет год от года. Кризис закончился. Кризис не закончится никогда. Потому что кризис положен в фундамент нынешнего мироустройства. Сумасшедший дом размером с планету. И при этом большинство людей не знает, почему все происходит именно так. Кризис сделан специально. Кризис организован искусственно. Цепь таких кризисов помогает подчинить своей воле весь мир. Это кажется маловероятным. Но это так. Хроники кризиса Принцип организации экономического кризиса весьма прост. Дать деньги в долг. Потом потребовать вернуть деньги и одновременно с этим не дать перекредитоваться. Именно это и сделала Федеральная резервная система. Частная лавочка, печатающая единственную мировую резервную валюту. ФРС печатает американский доллар. Вернее говоря, доллар Федеральной резервной системы. Ведь взяв американский доллар в руки, вы прочтете на зеленой бумажке. Банкнота Федерального резерва. Раньше на деньгах США было написано «Банкнота США». Разница огромная. Ведь в этой надписи отражен очень важный момент. Она показывает, кто несет ответственность за всю массу выпущенных долларов. Американское государство или частная лавочка ФРС. ФРС снизила процентные ставки. С 6% в 2001 году. Они к концу 2003 года упали до 1%. Денег в экономике много. Юридические лица охотно их отдалживают. От них не отстают и лица физически. В одном только 2005 году американцы набрали кредитов на 750 миллиардов долларов. Раз есть деньги, к тому же дешевые, то в стране начинается потребительский бум. Покупают не только одежду и продукты, но и недвижимость и акции. Дешевые деньги способствовали активному росту на фондовом рынке, где индексы с 2003 по 2007 год выросли более чем на 60 и 96 пунктов. Население США, как и в 30-е годы, с удовольствием клюет на перспективу легкого зарабатывания денег. Индексы и курсы акций бьют все рекорды, уверенно преодолевая все новые отметки. Чем выше стоимость этих виртуальных активов, тем лучше выглядят отчеты финансовых компаний, банков и инвестиционных фондов. Вместе с увеличением стоимости активов различных компаний растет благосостояние рядовых граждан. О том, что это виртуальное благосостояние, никто и не думает. Люди покупают акции в качестве пенсии на черный день, хотя на самом деле у них появляются ценные бумаги, которые к пенсии могут стать не дороже бумаги, на которой они напятаны. Со второй половины сентября 2005 года ФРС начала повышать процентную ставку. К 2006 году она достигла 5%. Одно лишь увеличение Федеральной резервной системы процентной ставки вызвало целую цепь событий. С увеличением процента снизилось количество новых кредитов. С конца 2005 года многие заемщики, особенно второго сорта, не смогли выплачивать свою ипотеку и другие кредиты. Как следствие, на рынке началось падение цен на жилье и увеличение сроков реализации объектов недвижимости. Это, в свою очередь, привело к еще большим неплатежам по кредитам. Ведь если вы взяли кредит без первого взноса на всю стоимость дома, а он вдруг подешевел, то ближайшие 25-30 лет вы будете выплачивать ипотеку, переплачивая реальную стоимость дома. Проще отдать дом банку и отказаться платить. К началу 2006 года подошло время платежей у тех, кто взял ипотеку со срочкой выплаты тела кредита на 5 лет. Это и так были не очень платежеспособные люди, а тут еще и вырос процент по их кредитам с плавающей ставкой, привязанной к процентной ставке ФРС. Их выплаты моментально увеличились в несколько раз, пошли новые отказы от платежей. Дома стали продавать спекулянты для фиксации прибыли, банки для реализации залога. Спрос упал, предложение резко выросло. В итоге цена упала еще больше. Далее начались трудности, а затем и банкротство компаний, занимавшихся нестандартными кредитами. Следом за ним вниз пошли инвесторы, приобретавшие их ценные бумаги. Ипотечные облигации упали в цене, новые выпуски не нашли покупателей. Потом трудности докатились и до тех, кто покупал акции инвесторов, покупавших акции ипотечных фондов, и понеслось. У кризиса три цели. Первое. Скупка за бесценок оставшихся неподконтрольных финансовых институтов в самой Америке. Второе. Сжигание долларовой массы в опускании цен, акций и списания банков. И третье. Провоцирование трудностей во всей мировой экономике, что должно привести к свержению неугодных режимов. Для того, чтобы обвалить всю мировую экономику, одних ипотечных проблем явно недостаточно. Но они хорошо подходят в качестве битфордового шнура, настоящего полномасштабного кризиса. Но ведь, как известно, для взрыва одного шнура, пусть и битфордова, мало. Нужна еще и взрывчатка. Так и для кризиса мирового масштаба нужны серьезные финансовые проблемы. И их заботливо создали загодя. Для надувания финансового пузыря были придуманы не только производные ценные бумаги со странным названием «деривативы», обеспеченные исключительно мнением аналитиков. Настоящей взрывчаткой для финансового рынка оказалось то, что в обычной жизни должно спасать людей от проблем. Это страховка. CDS. CDS – Credit Default Shweb. А именно так назвали эту палочку-выручалочку. Стало очередным изобретением финансового зазеркалия. В тираж CDS пошли, начиная со второй половины 90-х годов и были настолько удобны, что вскоре приобрели популярность большую, чем Микки Маус и Попкорн. За малую денежку можно было переложить весь риск на доброго дядю. Простая и очевидная мысль – то, что не может быть ситуацией, когда застрахованы все, включая самих страховщиков, никому и в голову не приходило. Ведь в ситуации дефолта платить некому. Все перепродали друг другу бумаги и CDS, крайнего нет. Что получалось? Получалось, что платить придется всем. На конец второго квартала 2008 года рынок CDS составлял 16,4 триллиона долларов в США и 58 триллионов во всем мире. Двумя годами ранее, в 2006 году, в мире стоимость CDS составляла 20 триллионов долларов, а в 2004 году – лишь 6 триллионов. Долги американских ипотечников – просто жалкие гроши по сравнению с колоссальной суммой, на которую напродавали друг другу штатовские финансисты, потихоньку втянув в эту аферу и весь остальной мир. Так вот, поскольку все друг другу перепродали свои ценные бумаги, проблемы исписания начались разумом у всех участников финансового рынка. Залихорадило всех. Но это был еще не кризис. Его можно было преодолеть обычным способом, которым финансисты всегда решали свои проблемы – взятием кредита. Но именно в этот момент Федеральная резервная система прикрыла свой конвейер, выдававший на гора свежеиспеченные доллары. К моменту горения Бигфордова шнура рядом с ним заботливо положили взрыватель и динамит. Небольшая организация «Совет по стандартам финансового учета» в сентябре 2006 года издала малозаметное предприятие – ФЭС номер 157. Это и было не что иное, как взрыватель. Ранее банки зачисляли на свой баланс активы согласно стоимости, по которых они их приобрели. Например, 100 тысяч долларов. В соответствии этой новой законодательной нормой банки отныне должны были их считать по рыночной стоимости, то есть 10 тысяч долларов вместо 100, а 90 просто разом исчезали. Название для последней недостающей детальки – ФЭС номер 157 – финансового коллапса придумали очень изящное, в духе политкорректности и свободы – измерение по справедливой стоимости. Снова, как в старые добрые годы Великой депрессии, получалась ситуация, когда денег было занять не у кого, а долги выплачивать надо. У самих же банков средств на счетах не оказалось. Почему? Потому что за красивыми графиками биржевых новостей происходило следующее. Продавцы CDS при наступлении страхового дефолтного случая были обязаны выплатить покупателю CDS полную стоимость застрахованных ценных бумаг. Взамен же они получали эти обесцененные ипотечные бумаги, которые были обязаны зачислять на свои балансы уже не по номинальной стоимости, по которой эти бумаги оценивались ранее, а по их рыночной стоимости на момент их передачи банку. Сроком вступления в силу предписания ФЭС номер 157 стал первый квартал 2008 года. Тогда кризис и начался. Всем были нужны средства для затыкания возникших в отчетах зияющих пробоин. Откуда можно их было взять? Только продав имеющиеся у банков и других игроков рынка ценные бумаги. К чему это могло привести? К массовой и быстрой продаже акций, а значит к их обесцениванию. А что такое обесценивание? Это возможность скупки активов по невероятно низкой цене. Именно это и началось в США в 2008 году. Приближенные к владельцам Федрезерва банки принялись скупать конкурентов при активной поддержке американских властей. Скупка стран, банков, целых континентов. Это и есть суть организованного кризиса. Шарик сначала накачали, а потом проткнули. Он не сам лопнул. В добрые, докризисные времена крупнейшими инвестиционными банками Соединенных Штатов были Вирстене, Лемон Бразерс, Мэрил Линч, Морган Стэнли, Голлман Сакс. Монстров банковского дела было всего пять. Первым приказал долго жить банк Вирстене. В марте 2008 года Федеральная резервная система США санкционировала приобретение одного из крупнейших американских инвестиционных банков Вирстене, оказавшегося в кризисной ситуации, финансовой компании Джи Пи Морган. В свою очередь банк Джи Пи Морган сообщил, что приобретает Вирстене по фактически бросовой цене – два доллара за акцию. Еще в минувшую пятницу стоимость одной акции Вирстене на Уолл-Стрит составляла 30 долларов. Вторым банком, скупленным под шумок кризиса, должен был стать Лемон Бразерс. Представители трех крупных американских банков – Сити Групп, Банк оф Америка и Джи Пи Морган Чейз – обсудили пути спасения Лемон Бразерс. Но владельцы отказались продавать свое детище за бесценок, и банк обанкротился в сентябре 2008 года. А поглотители тут же переключились на поедание банка номер три. Крупнейший розничный банк в США, Банк оф Америка, отказался от варианта покупки стоящего на грани банкротства Лемон Бразерс и переключил свое внимание на другую ведущую компанию Уолл-Стрит – Мэммил Линч & Ко. 15 сентября 2008 года сделка была подтверждена. В финансовом мире произошла крупнейшая сделка – Банк оф Америка купил Банк Мэммил Линч. В результате Мэммил был спасен от банкротства, а покупатель стал самым влиятельным инвестиционным банком в мире. Попутно скупаются и крупнейшие ипотечные агентства. Напомним, 7 сентября 2008 года Министерство финансов США объявило о национализации ипотечных брокеров Фэйни Мэг и Фредди Мэг. Для дальнейшей судьбы Фэйни Мэг и Фредди Мэг существует несколько сценариев. Согласно одному из них, оба ипотечных гиганта будут лишены прямой и косвенной поддержки государства, раздроблены на части и проданы в частные руки. Другим возможным вариантом решения может стать замена Фэйни Мэг и Фредди Мэг на одну или две частные компании, которые будут покупать и секьюритизировать ипотеку с кредитными гарантиями правительства США. Такие компании будут управляться частным образом, однако за государством останется право регулировать их целевую норму доходности. Я всегда думал, что национализация это когда что-то переходит в собственность государства. Судя по событиям в цитадели демократии, я глубоко заблуждался. Национализация это когда частную компанию выкупает государство и продает в другие частные руки. Или выкупает, а потом вместо нее создает одну или две частные компании. Обратите внимание, скупкой терпящих бедствия банков занимаются одни и те же банки – Bank of America, J.P. Morgan, Citigroup. Во всех кризисных поглощениях эти три богатыря обязательно будут участвовать. Американские власти закрыли один из крупнейших в США банков – Washington Mutal. Его крах, спровоцированный волной изъятия депозитов и последовавшим за этим снижением рейтингов, стал крупнейшим в истории банковской системы США, передают traders. В тот же день, часть операционных банковских активов Washington Mutalink приобрел американский банк J.P. Morgan Chase & Company. Сделка была завершена после получения одобрения со стороны федеральных регулирующих органов. Эта сделка позволит J.P. Morgan стать крупнейшим по размеру депозитов и вторым по величине активов банком в США. Арифметика простая. Банки-владельцы ФРС становятся первым – Bank of America и вторым банком в США – J.P. Morgan Chase по величине активов. А кто становится третьим? Разумеется, Citigroup оказывается третьим банком Америки по размеру активов. Пока же вспомним великолепную пятерку. Кто у нас там остался из пятерки крупнейших независимых инвестиционных банков США? Двое – Morgan Stanley и Goldman Sachs. Как же подчинили их? А их подчинить было не нужно. Название первого содержит фамилию Morgan и тем самым показывает нам, откуда у этой структуры растут ноги. Это еще один отросток огромной империи Джона Пирпанта Моргана. С банком Goldman Sachs все тоже весьма любопытно переплетено. Оказывается, министр финансов США, который активно боролся с кризисом в последнее время правления Джорджа Буша, ранее был главой Goldman Sachs. Гендиректор Goldman Sachs Полсон стал министром в июне 2006 года. Вот так, кому кризис, а кому и мать родная. Тот, кто организовывает кризисы, тот и извлекает из них пользу. Последние независимые банки Соединенных Штатов потеряли свою независимость. Кризис беспроигрышен для того, кто печатает деньги. Он не теряет ничего, но может выиграть все. Куда же смотрит американское государство? А никуда оно не смотрит. С момента создания ФРС в декабре 1913 года банкиры подмяли под себя государство. Кто печатает деньги, тот и заказывает музыку. Миф о национализации. Непонимание фундаментальных основ современной экономики приводит к фатальному непониманию происходящих событий. Так и с кризисом. Непрофессиональные, либо просто лживые сообщения экономистов и журналистов вводят нас в заблуждение. Нам говорят о помощи американского государства своим банкам, о национализации некоторых из них. Все это ложь. Никакой национализации не происходит. Налицо совершенно другой процесс. Какой? Переход собственности из одних частных рук в другие, такие же частные. А государство? Оно участвует в этом. Но не в качестве игрока и не в качестве наблюдателя, а в качестве инструмента. Механизм прост до безобразия. Выверен временем, проверен электроникой. Ведь и во время Великой депрессии разорились не все инвесторы, а только те, кто не знал, когда начнется обвал. Миллионы акций были проданы за бесценок, но и миллионы же их были за бесценок куплены. Так и многие другие банковские структуры с непонятной настойчивостью именно в кризис принялись скупать конкурентов. Когда вы считаете, что государство помогло крупнейшей страховой компании American International Group, постарайтесь понять, что никакой помощи не было оказано. Точно так же вам помогут в ближайшем ломбарде. Жертва, предназначенная для спасения, подвергается словесной атаке Государственного Министерства Финансов, которая говорит о плачевном состоянии объекта. После чего, испытывающие реальную трудность и компанию, ставят перед фактом катастрофического падения стоимости ее акций на бирже. После чего приходят покупатели из правильного банка и берут конкурента за бесценок. А Министерство Финансов и Федеральная Резервная Система зорко следят за тем, чтобы жертва на кабальные условия соглашалась. Если начинают рыпаться, в ход идут прокуроры, внезапно заинтересовавшиеся положением дел. Не дать, не взять. Пресловутое басманное правосудие в действии. ФРС никто национализировать не будет. Это ФРС сама приватизировала государство. Вторым вариантом скупки конкурентов является предоставление им кредита. То есть самой пресловутой помощи. Штука в том, что кредит выделяется Федеральной Резервной Системой США, не государственной организацией. Деньги American International Group дает частная лавочка ФРС. Взамен она получает контрольный пакет акций страховщика. Причем тут национализация? А в газетах пишут, страховая компания American Group, спасенная от банкротства правительством США. Покупателем активов American Group выступает фонд Made in Lennel, созданный Федеральным Резервным Банком Нью-Йорка. Не было никакой национализации. Частная лавочка ФРС, ее составная часть Федеральный Резервный Банк Нью-Йорка, создал фонд, купивший страховую компанию. Государство не получает ничего. Все уходит из одних частных рук и переходит в другие частные руки. И так во всех случаях, происшедших во время кризиса, поглощений, слияний и спасений. Это одна из целей искусственно созданного кризиса – скупить по дешевке остатки независимых от владельцев ФРС финансовых структур в самих штатах. Все деньги, все финансы должны быть сосредоточены в одних руках. Вот те бабушка и национализация. Вот те дедушка и государственная помощь. Кризис кончился? Вы еще этого просто не заметили. Но скоро убедитесь. Как лучше всего образно описать нынешний кризис? Есть многоквартирный дом. Люди в нем живут разные. Сильно разнятся уровень их доходов, менталитет и привычки. Кто-то сделал в своей квартире евроремонт. Кто-то спит на полу, предпочитая уюту, спиртные напитки. Но есть у всех жильцов общие вещи. Их две – канализация и водопровод. Какой ремонт не делай, каким эффективным менеджером не будь. А отдельный водопровод с отдельной канализацией в многоквартирном доме никто себе проложить не может. Во-первых, это стоит сумасшедших денег. А во-вторых, дом для этого не приспособлен. Место в нем выделено только для одного водопровода. Для двух или трех места нет. А кто заведует в доме водоснабжением? Сантехник, разумеется. И вот этот тип взял, да и перекрыл воду в доме. И холодную, и горячую. И на кухне, и в ванной. Перестала работать и канализация. Воду-то взять неоткуда. В полном расстройстве семья директора завода, живущая в евроремонте, неудобство испытывает спившийся алкоголик. Всем одинаково плохо. И никто не может решить проблему самостоятельно. Каким бы умным, талантливым и успешным он ни был. Вода не идет одинаково во все трубы, если перекрыт кран, регулирующий ее доступ. Аналогично этому, печатающая главные деньги мира частная структура в США, ФРС, перекрыла критный краник. Компании, страны и люди больше не могут получить кредиты. Но вода нужна. Что остается делать? Договариваться с сантехником. То есть с Соединенными Штатами, валюта которых и есть современная живительная влага экономики. Каким образом организовали кризис? Как, а вне чем, сантехник перекрыл финансовый краник? Этим инструментом стало предписание ФС номер 157. Если продолжать яркую череду зрительных образов, то ее можно назвать иголкой, которая проткнула шарик мировой экономики, надуты ничем не обеспеченными долларами. В момент, когда на рынке облигаций и акций возникли сложности и стоимости ценных бумаг пошли вниз, в действие вступило предписание ФС номер 157, выпущенное Американским Советом по стандартам финансовой отчетности. О нем рассказано в разделе 1.1. Новые кредиты не взять, вы практически банкрот, старые долги не отдать. Что в итоге? Кризис. Заботливо подготовленный и тщательно организованный. Ведь злополучное предписание ФС номер 157 было принято еще в сентябре 2006 года. Как и водится на Западе, американское государство к этому не имеет никакого отношения. Совет по стандартам финансовой отчетности – организация неправительственная, независимая. Но тому, кто правильно понимает устройство современного нам мира, становится ясно, к чему идет дело. Зачем мы рассказали всю эту интересную историю? А затем, что кризис уже закончился. В начале апреля, сразу после окончания встречи Большой Двадцатки, Совет по стандартам финансовой отчетности разрешил банкам использовать внутренние математические модели для оценки активов. Причем с первого квартала 2009 года. Теперь сами банкиры посчитают, сколько стоят долговые расписки, которыми они обладают. А поскольку долги – это главное, что перепродают друг другу нынешние финансисты, то их балансы резко пойдут на лад. Сантехник уже открыл краник, вода уже пошла в трубы финансового мира. Осталось дождаться, пока она дойдет до нашей квартиры. Кризис закончился, просто мы этого еще не заметили. Труба очень длинная. Кризис закончился. Еще раз им не позволят начать всех душить. Еще будут закрытия производства, еще будут большие сложности. Надо продержаться. Те, кто начал кризис, уже дали отмашку на его окончание. Потому что на прошедшем саммите Большой Двадцатки их очень сильно попросили Китай, Россия и Европа. И отказать было невозможно. Как в фильме «Крестный отец». Доллар уходит. Тихо и незаметно. Но верно. Верно, что медленно. Верно, что незаметно. Но уходит. Не так давно сразу семь стран южноамериканского континента договорились ввести наднациональные деньги. Сукре. В переводе с испанского – Сукре. Система унико де компенсатион регионал. Единая система региональных взаиморасчетов. Правда, пока речь идет об электронно-виртуальной валюте для взаиморасчетов. Эту экзотическую идею страны, участницы боливарианской инициативы для Америки, АЛБА, одобрили еще в ноябре 2008 года. А в апреле 2009 года подписали рамочное соглашение. Формировать единую валютную зону в регионе планируется с 1 января 2010 года. Новая валюта для нас лучше господства доллара. И есть шанс самим стать региональной валютой. Документ призывает остальные государства Латинской Америки и Карибского бассейна присоединиться к проекту, цель которого – сократить зависимость Южной Америки от навязанной диктатуры доллара. Как заявил президент Венесуэлы, Уго Чавес, его слова цитирует информагентство, по началу Сукры, будет обращаться в виде кроны виртуальной валюты, однако в будущем станет полноценной денежной единицей, обеспеченной нефтяными ресурсами. Новая валюта для нас лучше господства доллара. У нас появляется шанс самим стать региональной валютой. Смешно? Мелко? Нет, не мелко. К созданию евро страны Евросоюза шли 20 лет, а тихий уход доллара идет повсеместно, не спеша, чтобы не спугнуть его держателей. Европа. Латинская Америка. Россия и ее ближайшее окружение. Азия. Борьбу за место под солнцем ведет в мире и новая азиатская валютная единица – ACU, которая родилась 1 марта 2006 года и представляет собой среднее значение ценностей валют Китая, Южной Кореи, Японии и 10 стран Ассоциаций государств Юго-Восточной Азии – ASEAN. Для справки. В боливарианскую инициативу для Америки ALBA входят Куба, Венесуэла, Боливия, Гондурас, Никарагуа, Доминика и Эквадор в качестве наблюдателя. Антонио Хосе де Сукре и Алькало – генерал, один из лидеров войны за независимость испанских колоний в Латинской Америке в 1810-1826 годах. Сукре – столица Боливии. Сукре – денежная единица Эквадора. Зачем на вокзале в Германии автомат продает золото? Рушится привычный мир. Рушится прямо на глазах. Мир, в котором единственной сверхдержавой были Соединенные Штаты, а главной мировой ценностью – зеленые бумаги с надписью «Банкнота Федерального Резерва», по недоразумению считаемая всеми долларом США. Экономическая мощь Штатов неожиданно оказалась дутой. Все давно уже делают в Китае. Вроде это известно каждому. Вроде ясно, как божий день. Но все мы жили в ожидании чуда, в объятиях мифа. Экономика Штатов просто обязана быть самой сильной и мощной. Но, увы, чудес не бывает. Впрочем, мы могли и раньше догадаться. Становой хребет любой экономики – промышленность. Кто является героем голливудских фильмов? В смысле, где и кем работают главные персонажи? Они – адвокаты, банкиры, финансисты, просто жулики. В крайнем случае жарят гамбургеры и ловят преступников. Никто не показывает директора завода. Никто не снимает рабочих или инженеров. В кадре веселые люди, которые с утра до вечера пьют кофе и ничегошеньки не делают. Почему же именно это показывает нам Голливуд? Потому что промышленности в США почти не осталось. Кино отражает действительность. А эта действительность печальна. Когда западные рейтинговые агентства снижали суверенный рейтинг России, это казалось неприятным, но понятным. В конце 2008 года валютные запасы нашего центрального банка таяли с пугающей скоростью. Но вот прошло полгода, и они вновь начинают расти. А агентство Standard & Poor's собирается понизить рейтинг самих Соединенных Штатов. Эта новость будоражила рынок. Оплот мировой экономики, светочь свободы и по совместительству владелец печатной машинки, мог бы быть публично назван субъектом с сомнительной репутацией. Конечно, этого не произошло. Аналитикам Standard & Poor's быстренько объяснили, что рейтинги придумывались не для того, чтобы ими бить по голове самих себя. Но ситуацию этот факт никак не изменил. На начало июня 2009 года долг США составил 1,3 триллиона долларов США. И все время растет. Как его отдавать, не знает никто. Туманные выражения по поводу того, что рейтинг рассчитывается сложно, с учетом множества факторов, не более чем слова. Как и утверждение, что внешний долг для Америки не важен, поскольку они могут в любой момент напечатать необходимое количество валюты и раздать. Ведь это дефолт. Банкротство. Только не экономическое банкротство США, а превращение активов всех держателей доллара в пыль и труху, следом за которым цифрой 0 будет обозначаться политический вес и значение американского государства. Под сладкие убаюкивания либеральных экономистов, что все будет как прежде, мир и вправду меняется. Маленькие, казалось бы, факты складываются в общую картину гибели Помпей. Например, в Германии, во Франкфурте на Майне, прямо на вокзале начал действовать автомат по продаже золотых слитков. Все сделано по науке. Цена на продаваемое в автомате золото меняется несколько раз в день, в соответствии с колебаниями курса на биржах. Расплатиться же за золотой слиток можно кредитной карточкой или наличными. Каждому слитку прилагается сертификат подлинности. Со временем игроков на карте мира станет несколько, как это было в старом добром 19 веке. Эксперты объясняют появление новой услуги стремлением немцев в период кризиса гарантировать свои накопления. В первом квартале в Германии было продано в частные руки 59 тонн золота в слитках и монетах, что в четыре раза превышает показатель соответствующего периода 2008 года. Все это интересно. Только зачем немцам золото? Почему оно не было им нужно 10 и 15 лет назад? Потому что тогда бумажная банкнота в руках была стопроцентной гарантией накоплений. И автоматы стояли совсем другие. Вместо золота предлагалось менять различную слабую валюту на единую правильную. На доллар, который по сути и заменял с собой золото на протяжении почти всего 20 века. Немцы, выросшие в условиях рыночной экономики, больше не верят в эту самую рыночность и экономичность. И потому на всякий случай уходят в презренный металл. Может и нам с вами стоит задуматься, пока США не придумали, что делать со своим астрономическим долгом? Япония ничего не забыла. Что может быть более симптоматичным, чем поведение ближайших соратников видного политика? Только поведение ближайших союзников какого-либо государства. Посмотрите на них, и вам сразу станет ясно, как поживает это самое государство. Речь идет о Японии. После своего разгрома, после 1945 года, Япония – плод демократии, виднейший и вернейший соратник США в Азии. Как говорится в известной юмореске, кролик – это не только ценный мех. Вот и Япония. Это не только военные базы штатов рядом с Россией и Китаем, но еще и крупнейший потребитель долларовой массы после все того же Китая. Валютные, то есть в основном долларовые запасы страны восходящего солнца уступают только китайским. Все это так и было. До последнего времени. 17 сентября 2009 года японский Минфин по инициативе нового кабинета министров объявил о начале проработки вопроса о возможности создания азиатской региональной валюты. Это значит, что в любой удобный для себя момент Токио может отказаться складывать в кубышку доллары и следом отдавать их обратно в США, меняя на американские гособлигации. Трежери. Китай и Япония больше всех спонсируют экономику штатов. И удивительная единодушие сближает двух непримиримых противников. Пекин первым заговорил о повышении роли юаня до статуса региональной, а потом мировой валюты. Но власти в Китае коммунисты. В Японии у власти силы, которые прокоммунистическими не сможет назвать даже Валерия Новодворская. Но говорят японские господа то же самое, что и китайские товарищи. Как заявил вчера в Токио новый министр финанса в Японии Хирохиса Фудзи, вопрос создания азиатской валюты уже рассматривается нынешним премьер-министром Юкио Хатоямой в качестве ключевого вопроса. А что нам мешает покупать другие ценные бумаги? А что всему остальному миру мешает? Шестой флот США. Вновь мы видим, что идеологические особенности не играют никакой роли. Политические силы разных стран с разной политической системой начинают движение в одном и том же направлении. В направлении отказа от доллара, как от мировой валюты. В это прекрасно и далеко направляется главный соперник Вашингтона – Китай. Туда же дрейфует и союзник США – Япония. А значит, доллар и впрямь дышит на ладан. Доллар уходит. Вопрос уже не в том, устоит зеленый или нет, а в том, когда и как произойдет его плавный демонтаж. Рухнет долларовый небоскреб, и его обломки могут завалить с собой всех. Поэтому демонтаж требуется плавный. Метод направленного взрыва не годится. Когда рухнула Римская империя, люди на тысячу лет перестали мыться, забыли литературу и искусство. Человечество усвоило этот урок. Оно его помнит. Поэтому выход из тупика, который завела планету ненасытная жадность банкиров, владельцев ФРС США, не может быть молниеносным. Он должен быть растянут по времени. А Япония? Япония тоже все помнит. Токио помнит о спорных северных территориях. Неужели вы думаете, что они забыли Хиросиму и Нагасаки? Барак Обама. Цвет не имеет значения. В Америке стал президентом человек с темным цветом кожи. Это, безусловно, отрадный факт. Для любителей цветного разнообразия. Для политиков это не имеет никакого значения. Потому что государственный корабль США не отклонился от своего курса ни на миллиметр. В ноябре 2008 года я с умилением слушал эфир радио «Эхо Москвы». Все прогрессивное человечество, по мнению тамошних журналистов, ликованием и народными гуляниями встречало избрание Барака Обамы. Причем не только в США, но и по всему миру. Прошло уже достаточно времени. Пора подвести итоги. Оглядеться вокруг. Так вот, радоваться-то особо нечему. Ни самому Обаме, ни прогрессивному человечеству. Не изменилось ровным счетом ничего. Что обещал американским избирателям, а через них и всему миру Барак Обама? Первое. Вывести войска из Ирака. Что сделано на самом деле? Ничего. Более того, активно готовится почва для того, чтобы армия США осталась в этой стране еще надолго. Для этого используется старый проверенный способ создания проблемы. Читаем. Крупный теракт произошел в четверг в Ираке. В результате взрыва, осуществленного террористом-смертником, погибли три военнослужащих армии США, а также 12 гражданских лиц. Теракт произошел на фоне последних сообщений о намерении американцев значительно сократить свое присутствие в Ираке. Значительные силы планируется оставить лишь в Багдаде и Масуле. Подобные планы разделяют не все иракцы. По мнению многих местных жителей, иракские силы безопасности все еще не способны бороться с террористами. Последние нападения показывали, что боевики спокойно просачивались через блокпосты, ответственность за которые несла иракская полиция. Добавим, что также в четверг теракт произошел в Киркуке. Бомба сработала возле группы иракских военных, стоявших в очереди за жалованием. Чтобы не было терактов, армия США должна в Ираке оставаться, чтобы бороться с терактами, направленными против армии США. Прекрасный образец извращенной логики. США ворвались в независимую страну, убили массу людей, вызвали ненависть иракцев. Началась партизанская война. Те, у кого погибли родственники, чьи дети сгинули в огненных столбах американских бомб и ракет, мстят оккупантам. Происходят взрывы бомб, направленные против армии США. Именно поэтому ее нельзя оттуда выводить. Ведь тогда некому будет противодействовать взрывам. Тот факт, что и взрывать бомбы, уйдя американцы, будет не нужно. Как бы опускается. За скобками остается. Немецкие зондеркоманды сжигали деревни вместе с жителями исключительно ради борьбы с террористами, которые, сидя в белорусских лесах, отстреливали оккупантов. Что нужно сделать для прекращения насилия? Сжигать еще больше деревень или убраться в родной Фатерлянд? Вывод. Они из Ирака не уйдут. Потому что там газ и нефть. Второе обещание доброго президента Барака – усилить борьбу с терроризмом в Афганистане. Что автоматически означает войну на территории Пакистана. И это уже происходит. Цель американцев – полная дестабилизация региона, прилегающего к китайской границе. Развязывание войны внутри Пакистана, с постепенным втягиванием в нее Индии. Экспорт нестабильности в Среднюю Азию с последующим перекидыванием его на территорию России. Афганистан – это идеальное, уникальное место для решения всех этих задач. Вывод. Они из Афганистана не уйдут. И есть тому еще одна причина. В Афганистане производят наркотики, которым США снабжают Россию, Иран, Пакистан, Индию и Китай. После того, как туда пришли войска США, производство смертельного зелья случайно возросло в 40 раз. Со всеми вышеперечисленными странами разом гранчит только Афганистан. Третье обещание Обамы – закрыть тюрьму на Кубе. Пресловутую американскую базу Гуантанамо, которую превратили в тюрьму, куда без суда и следствия отправляют людей на пытки. Сколько было разговоров, сколько слов благодарности сказали со страниц либеральных газет новому президенту США за ее закрытие. И что же? Читаем в новостях. Президент США Барак Обама подтвердил свое намерение закрыть тюрьму Гуантанамо на Кубе и аннулировать ряд антитеррористических мер, принятых в период правления страной его преемником Джорджем Бушем. Отметим, что Сенат отклонил просьбу о перечислении средств на расформирование тюрьмы Гуантанамо, потребовав прежде всего предоставить четкий план действий в отношении содержащихся на ее территории 240 заключенных. Обама закрывает, Сенат не дает на это денег. С кого спрашивать? Вывод Там, где речь идет об их интересах, США всегда будут плевать с высокого дерева на все законы и нормы, даже на свои собственные. Президента тоже нанимают. Те же люди, те же банкиры, владельцы печатной машинки. Никакой новой политики США не проводят. Они никогда не проводили никакой новой политики. Они всегда преследовали свои эгоистические интересы и корректировали свои действия на доле микрон, в зависимости от международной обстановки. И никакой разницы, кто в данный момент является у них президентом, нет. И уж совсем не играет никакой роли цвет его кожи. Зрите в корень, говорил Козьма Прутков. От себя добавим. А на цвет кожи не зрите. Это пустое. Никакой перезагрузки не будет. Будет только перегрузка. Как Туркмения за неделю кризис победила? Чего только не узнаешь, читая прессу. Вот так живешь, работаешь, детей растишь и не знаешь, что совсем неподалеку, буквально на глазах, одна страна сделала огромный рывок к современному обществу и развитой экономике. Что же это за страна такая? Это не Китай, не Малайзия и даже не Украина. Это Туркмения. Да, да, та самая. Где еще недавно все дружно и хором читали великое произведение великого сына туркменского народа Сапар Мурата Ньязова Рухнама. Прошло совсем немного времени после его кончины. И вот уже Туркмения оказалась в лидерах экономического роста. Причем в разгар кризиса. Вы никогда об этом не слышали? Вам это кажется странным и невозможным? Все это потому, что вам не нужен газ. Вот если бы он вам был нужен так же остро, как строителям газопровода Набука, вас бы такие метаморфозы не удивили. Суть проблемы такова. Россия строит газопровод Южный поток в Европу под дно Черного моря. Наши партнеры параллельно российскому пытаются строить альтернативный ему трубопровод Набука через территорию Турции. Так вот, на оба газопровода газа не хватит. Это ясно уже сейчас. Зачем же Запад упорно пытается строить свою ветку, если весь газ в Средней Азии на корню скуплен Газпромом и трубы Набука будет нечем наполнять? Именно поэтому, что пытается изменить ситуацию и перенаправить потоки газа в свои закрома, перечеркнув российский проект. Тогда ситуация для нас будет очень печальной. Обладая крупнейшими запасами газа в мире, Россия не сможет его поставлять без разрешения западных друзей. Путь через Украину может быть закрыт по первому звонку из Вашингтона, а южные и северные потоки должны быть задушены еще на стадии строительства. Есть правила игры. Их нарушать нельзя. В запасы нефти и газа играет весь мир. Причем тут Туркмения. А при том, что идет невидимая отчаянная борьба за газ, за его запасы, позволяющие наполнить свою трубу и заблокировать чужую. Отсюда и неожиданное миролюбие Барака Обамы по отношению к Ирану, обладающему вторыми после нас запасами газа. Тегеран не поддается. На сегодняшний день, кроме колеблющегося Азербайджана и свободного Ирака, газ в Набука поставлять никто не собирается. Это примерно 25% от необходимого объема. Где взять недостающий газ? В Туркмении. И вот уже миссия Международного валютного фонда летит в Ашхабад и находит там земной рай. Финансовые реформы последнего времени и острительная макроэкономическая политика властей помогли оградить Туркменистан от последствий глобального экономического кризиса. К такому закономерному выводу приходят посланники Запада. Почему закономерному? Так ведь трубу же надо заполнять. И кроме как в Туркмении столько газа взять просто негде. Эти хорошо подготовленные реформы представляют собой ключевые шаги Туркменистана на пути к дальнейшему экономическому и финансовому развитию и плодотворной интеграции в международную экономику, подчеркивается в документе миссии МВФ. Она выразила поддержку повестки Дня реформ в Туркмении и приветствовала выдвинутые властями планы дальнейшего реформирования финансового сектора, а также развития частного сектора. На этом чудеса не закончились. Туркмения семимильными шагами буквально за одну неделю превратилась не только в оазис экономического благополучия, но и в ведущую державу в области прав человека. Накануне визита миссии МВФ Европарламент в Страсбурге одобрил в первом чтении торговое соглашение с Туркменией. Его не могли принять 11 лет из-за острых дебатов о необходимости проведения реформы в области прав человека в Туркмении. Теперь же Ашхабаду делается недвусмысленный намек. Если туркменский газ потечет в правильную трубу, положение с правами человека в Туркмении будет признано вполне удовлетворительным. Пока что российским властям путем титанических усилий удается отражать этот газово-гуманитарный натиск. Туркменский газ идет в наш южный поток. А значит, положение с правами человека в Туркмении может ухудшиться прямо на глазах, равно как и ее экономическое благополучие. Высокие оценки зарубежных гостей легко сменятся нападками и резкой критикой, как только будет потеряна последняя надежда на изменения туркменской политики. Где еще газ? Вы это узнаете из новостей. Признаками будут неожиданные визиты западных руководителей, высокие рейтинги в разных областях, а также террористические вылазки боевиков, громкие скандалы и серьезные обвинения. В ход пойдет весь арсенал реальной политики. Как говорится, ничего личного, просто газ. Зачем Северной Корее ядерное оружие? Чтобы разобраться в ситуации, сложившейся на Корейском полуострове, надо немного углубиться в историю. Накануне русско-японской войны, в 1902 году, Англия стала официальным союзником Японии. Договор, заключенный между Лондоном и Токио, гласил, что в случае войны Японии с двумя и больше странами, Великобритания вступает в войну. На практике это означало, что России придется воевать с Японией один на один. Наш официальный союзник того времени, Франция, никакой помощи нам не оказал. США во время борьбы японцев с русскими давали Японии кредиты. По сути, воюя с одной Японией, Россия соревновалась в прочности еще с двумя мощными финансовыми системами. Одна Япония ни военными силами, ни финансовыми с Россией тягаться не могла. Но наш рассказ не о препонах, чинимых эскадре адмирала Рождественского, не о стараниях Англии, чтобы русский флот был разбит японцами по частям. Мы вспоминаем историю Кореи, не деленной по сторонам света, ведь истоки нынешних проблем лежат именно там. Но история этой страны тесно связана с историей России. Так уж угодно проведению. Как восстание на Красной Пресне связано с корейской историей? Как броненосец Потемкин на нее повлиял? Что сделали для корейского народа эсеровские боевики, убивавшие министров, генералов и прохожих в русских городах? Ответ на этот вопрос вы сможете дать сами. В результате подрывной революционной деятельности в своем тылу Николай Фрой решается на заключение мира с Японией. 23 августа 1905 года мирный договор между Японией и Россией был подписан. 1 октября 1905 года состоялась ратификация. Причем тут Корея? При том, что именно в 1905 году Корея была аннексирована Японией. То есть независимое государство было оккупировано и присоединено к стране восходящего солнца. Прогрессивное человечество этого не заметило. Запад признал Японию в новых границах. Что это значит? Это значит, что почти 40 лет, с 1905 года до августа 1945 года, никакой Кореи не существовало. И США, и Великобритания признавали Японию, в составе которой находилась территория Корейского полуострова. Крепла англо-японская дружба. Те, кто так печется сегодня о Южной и так боится Северную Корею, ничуть не беспокоились, когда на карте мира не было никаких Корей вовсе. Стоит ли удивляться, что в Первой мировой войне японцы снова были на стороне англосаксов? К огромному удивлению Германии, наивно ожидавшей обратного, Япония объявила войну Германии и после двухмесячных боев оккупировала немецкую колонию в Китае, Циндао. На этом, кстати, Первая мировая для Японии закончилась. Следующим этапом, необходимым для понимания сегодняшней ситуации, является агрессия Японии против Китая, 1937 год. Сегодняшняя история считает днем начала Второй мировой войны, 1 сентября 1939 года. Между тем, война началась значительно раньше. Просто англосаксонская историография, словно маленькое дитя, считает, что до ее появления на свет ничего не существовало. Поскольку Япония верный союзник Запада, то преступления японцев против Китая никто не замечает. Япония аннексирует часть китайской территории, создавая на другой части марионеточное государство, Маньчжоу-Гоу. Ведется тотальная война на истребление китайского народа. Яркий пример тому – Нанкинская резня. Почему же Великобритания не замечает войны Японии в Китае? Потому что за той частью китайской территории, куда пришли японцы, Маньчжурия, лежали земли России, СССР. Только получив по зубам на озере Хасан и на Халхинголе, японцы посчитали за благо с Россией не связываться. И продолжали резать китайцев, более не пытаясь влезть на нашу территорию. Агрессия Японии привела к удивительному результату. Гражданская война в Китае фактически закончилась. Обе ее стороны – коммунисты Мао Цзэдуна и националисты Чан Кайши – посчитали своим главным делом борьбу с японцами. Чем ближе Япония была к разгрому, тем ближе Корея была к восстановлению независимости. 8 августа 1945 года СССР, расторгнув договор о ненападении с Японией, нанес мощный удар. В итоге, к моменту капитуляции японских войск, половина Кореи оказалась оккупирована войсками США, а другая войсками СССР. Восстановленное государство сразу оказалось, как и Германия, поделена на две части. В этой связи давайте не будем забывать, что не Сталин поделил Германию, а Запад. Ведь 23 мая 1949 года была создана ФРГ, а уже потом ГДР, 7 октября того же года. Железный занавес опускали вовсе не со стороны Советского Союза. Мир семимильными шагами шел к новой конфронтации. Но ее источником был не агрессивный Советский Союз, а Соединенные Штаты, имевшие ядерное оружие. И не только имевшие, а успешно применившие против японцев, когда необходимости в его применении уже не было. После вступления в войну СССР, часы Японии были сочтены. После ее падения в Китае продолжалась гражданская война. Она закончилась в 1949 году победой Мао Цзэдуна. Остатки войск Чанкайши убежали на остров Формоза, Тайвань, где по сей день под крылом американской армии существует второй – Китай. Уважение великого кормчего Мао к Сталину было безмерно. Фактически складывалась очень печальная для Запада ситуация, когда русский и китайский народ были союзниками на прочной идеологической основе с неисчерпаемыми людскими и природными ресурсами. Это было начало краха США. Но только в том случае, если бы политика Сталина продолжалась на протяжении еще пары десятков лет. Но на смену пришел Хрущев. Пришел, вероятнее всего, через отравление Сталина и через расстрел сталинского наследника Берии. Именно Берия должен был по замыслу Сталина возглавить СССР. Именно поэтому его и расстреляли. Через небольшой промежуток времени Хрущев растеряет все то, что создавал Сталин на мировой арене. Главная потеря – разрушение Никитой Сергеевичем стратегического союза с Китаем, который означал неизбежный проигрыш западной цивилизации. Но мы опять отвлеклись. Хотя без таких экскурсов не понять сути происходивших тогда событий. В 1949 году начинается Корейская война. Что и как послужило ее началом, мы обсуждать не будем. Довольно темная история. Однако ход боевых действий был следующим. Армия Северной Кореи, вооруженная советским оружием, нанесла удар по армии Южной Кореи, вооруженной оружием американским. И очень быстро северяне разгромили противника. Корея вновь становилась единой. Почти вся территория, включая Сеул, была захвачена северянами. И тогда на материке высадились американцы. Причина проста. К Красному Китаю добавлялась Красная Корея. Этого нельзя было допустить, иначе далее вся Азия грозила выйти из-под контроля. Военные качели качнулись назад. Армия США быстро опрокинула корейцев и уже дошла выла до Пхеньяна, как в дело вмешались китайцы. Американская армия, активно поддерживавшая в ходе гражданской войны антикоммунистов, выходила к границам Китая, где у власти стояли только что победившие коммунисты. В современной китайской историографии эта война так и называется – война за родные очаги. Масса китайской армии отбила американцев, и, несмотря на все усилия сторон, далее война уже свелась к ничьей. Стоит отметить, что войска США были не под собственным флагом, а под флагом ООН. Правда, войска ООН почему-то на 98% состояли из американских войск. Вокруг той самой 37-й параллели, по которой сегодня проходит граница между Северной и Южной Кореей. Вот мы и дошли практически до сегодняшнего состояния дел. Чтобы правильно оценить ситуацию, надо помнить несколько моментов. Разделение Кореи, как и Германии, было западной затеей, с целью преграждения пути России к теплому морю и далее в Европу соответственно. Северная Корея, главный союзник Китая, была спасена ценой жизни десятков тысяч китайских солдат, именно китайская, а не советская помощь помогла северокорейской экономике протянуть до наших дней. Именно война в Корее стала самым печальным моментом в истории отношений между США и Китаем. И никто из них об этом не забыл. Уничтожение Северной Кореи и выхода на границу Китая – вожделенная цель американской политики. Аналогично. Сохранение Северной Кореи – одна из важнейших целей китайской политики. В Южной Корее стоит, по официальным данным, около 28 тысяч американских солдат. На самом деле больше. И у них есть ядерное оружие. В Северной Корее китайских войск нет, но они там появятся, как это случилось во время Корейской войны, если возникнет угроза уничтожения Северной Кореи. Важно понять, что речь идет не об идеологическом противостоянии, а о стратегических соображениях. Китай не может допустить присутствия американских войск вблизи своих границ, а США не хотят сдать Китаю всю Корею. Все обострения обстановки там – это отражение борьбы США и Китая. И ничего больше. Зачем Корее ядерное оружие? Для гарантии безопасности. Только угроза удара ядерным оружием по базам США и угроза гибели сотни тысяч американцев дает гарантию ненападения США на Северную Корею. Такая гарантия нужна и китайцам, которым вовсе не хочется вновь защищать странноватый пхеньянский режим. Именно поэтому Китай помог корейцам в разработке бомбы. Угрозу миру в Корее, как и во всем мире, представляют именно США. Когда Северную Корею называют агрессивной, остается только посмеяться. На кого она напала, кому угрожала. После войны, по сути гражданской, ни с кем Корея не воевала, ни северная, ни южная. А сколько раз с 1950-х годов воевали США? Кто применил ядерное оружие, Корея или США? Так кого надо бояться? Угрозу миру в Корее, как и во всем мире, представляют именно США. И желание обезопасить себя от империи добра движет всеми странами, пытающимися получить ядерное оружие. Не было бы угроз США, и Корее не нужна была бы бомба. Чем пристальнее внимание американцев к Пхеньяну, тем интенсивнее разработки и тем активнее испытания. Например, в 2009 году корейцы устроили подземное ядерное испытание и тут же провели испытание ракеты. На самом деле, у корейцев нет ядерных ракет. Есть устройство. Примерно 5-10 штук. А ракеты по его доставке еще не доработаны. Применять его первым, просто так, из любви к искусству, Пхеньян, разумеется, не собирается. Он просит оставить его в покое. Того же самого желает и Китай. Каковы желания США? Они прямо противоположны. Им нужна война. Поскольку в случае американского вмешательства в Корее им грозит война с Китаем. США сами влезать не будут. Их задача – стравить Южную и Северную Корею. В такой конфликт втянется, вероятно, и Китай. Что очень хорошо для его ослабления. Рядом ядерная Индия и ядерный Пакистан. Распадающийся на части Пакистан главный союзник Китая в Азии. Вырисовывается красивая игра. Втянуть войну еще и Индию, имеющую проблемы с Китаем с давних пор, а следом и Пакистан. Если бы было применено в ограниченном режиме ядерное оружие, то планета бы не погибла. А США решили бы целый спектр задач. Ослабили Китай, вызвали его международную изоляцию. Проведили наиболее густонаселенные регионы Земли, оставшись в стороне от этой войны. Воспользовавшись потенциальной ядерной войной, как предлогом, резко девальвировали бы доллар или ввели новую валюту. Обесценив валютные запасы Китая, решив тем самым проблему своего астрономического долга. Вот, собственно, и все. США нужна война. Война везде. Желательно ограниченно ядерная. Желательно чужими руками. Это суть сегодняшнего момента. И они будут ее начинать везде, где смогут. Будут провоцировать Северную, будут провоцировать Южную Корею. Потом террористы взорвут бомбу в Индии с четким пакистанским следом. Именно поэтому и Россия, и Китай подписывают совместные заявления с Западом, осуждающий Пхеньян. Нельзя допустить того, чтобы умиротворением Северной Кореи занимался один Вашингтон. Тогда война неизбежна. Возможно, и ядерная. Возможно, и ядерная. Что происходит в Тегеране? Вы думаете, там происходят выборы? Избиратели Ирана так и считают. И жестоко ошибаются. Под видом демократии, уже в который раз за последние годы, мы видим там хорошо организованную попытку смещения неугодного США режима. Сценарий всегда одинаковый. Его этапы легко проследить. Сначала идет масса информации с западных СМИ с рейтингами возможного результата голосования. Смысл его прост. Создается общественное мнение в международном масштабе, что победить должен обязательно демократический кандидат. Далее, в день выборов, якобы проводятся экзит-пулы, то есть опросы избирателей на выборах. Их результаты, разумеется, подтверждают победу прозападного демократа. Когда будут подведены истинные итоги голосования. Все это даст повод для протестов и демонстраций. Все на Западе и многие в стране, где голосуют, будут абсолютно убеждены, что результаты подтасованы. По радио же говорили, кто победил на самом деле. В итоге организуются манифестации, которые обязательно должны перерасти в беспорядки. Для этого проводятся несанкционированные митинги и провоцируется полиция. Далее власть должна пойти на попятную или не побояться выставить себя перед всем миром, как кровавый антинародный режим. Если власть упорствует и сдавать страну не хочет, начинается эскалация конфликта. Как? Кровью. Кровью. Все предыдущие этапы в Иране уже пройдены. Начинается решающий. Иранская власть ясно демонстрирует решимость навести порядок. 19 июня 2009 года духовный лидер Ирана Аятала Али Хаминаи во время обращения к иранской нации, приуроченного к традиционной пятничной молитве в Тегеранском университете, сказал, что результаты президентских выборов в Иране – безусловная победа, и их результаты не подтасованы. 20 июня 2009 года полиция Ирана намерена жестоко подавлять все нелегальные акции протеста, запланированные на сегодня. Об этом со ссылкой на заявление заместителя главы полиции страны Ахмадриза Радана сообщает Рейтерс. «Я должен подчеркнуть, что все протесты, которые прошли на прошлой неделе, были незаконными, и начиная с сегодняшнего дня любая акция против результатов выборов будет признаваться незаконной». «Полиция будет действовать решительно и жестко», – отметил Радан. Того же дня, 20 июня, президент США Барак Обама обеспокоен смыслом и характером речи главного духовного лидера Ирана Аяталы Али Хаминеи, который предупредил о возможном использовании суровых силовых мер против протестующих. Барак Обама отметил, что официальный Тегеран должен понять, что мир наблюдает за ситуацией в стране. «По мнению главы Белого дома, по тому, как они поведут себя с людьми, которые хотят быть услышаны, можно будет судить о том, чем является Иран и чем не является», – передает Associated Press. В тот же день, 20 июня, в Тегеране, где произошли столкновения между полицией и сторонниками иранской оппозиции, около мавзолея лидера исламской революции Аяталы Рухалы Хаминеи, произошел взрыв. Взорвал самого себя и еще нескольких случайных людей, террорист-смертник. Когда еще в Иране появлялись шахиды? И откуда? Ведь согласно американской пропаганде, Иран – одна из стран, спонсирующих террористов и аль-Каиду. Неужели в избирательном штабе демократа Муссави готовили агитаторов-смертников? Иран был верным союзником США до тех пор, пока там в 1970-х годах не свергли шаха. И считался вполне нормальным государством. Порядки там не поменялись, но США утратили контроль над нефтью в стране, и все. Стал Иран диктаторским. Не только на правительство Ирана. На каждого из нас оказывается давление. Информационное. Любой нормальный человек всегда за справедливость, против насилия. Поэтому Запад и пытается создать соответствующую атмосферу вокруг иранских выборов. Гоните от себя жалость к избиваемым демонстрантам. Их, конечно, жалко. Большинство не ведает, что творит. Как и мы в 1991 году. Но если они победят, последствия для нас всех действительно будут очень печальными. Запад получит иранскую нефть и обрушит цены на нее. Запад получит иранский газ и разрушит едва созданную Россией и Ираном газовую ОПЕК. Запад наполнит иранским газом трубопровод НАБУКО, что приведет к остановке проекта «Южный поток», который строит Россия. Современный мир очень узок и мал. Пенсии, зарплаты, перевооружение армии, нанотехнологии, новая медицинская аппаратура в сельской глубинке. Все это во многом зависит от того, устоит ли сейчас Иран. Так устоит ли? Устоит. Ничего у американцев не получится. Но во время своего вхождения в коллапс они будут готовы на все. Где у нас следующие выборы? Иранская провокация в действии. Мы наблюдаем не митинги. Мы видим ни протесты, ни согласных. В Тегеране не проходит линия фронта между свободой и тиранией. В Иране на наших глазах разворачивается наглая, подлая и кровавая провокация. Наглая своей безнаказанностью. Подлая своей циничностью. Кровавая своей планомерностью. Эту девушку убили. Чтобы вы могли полюбоваться ее смертью в интернете. Они убивают людей. Расчетливо и хладнокровно. Почему? Потому что им это надо. Кто же эти мерзавцы? Иранские полицейские? Стражи исламской революции? Нет. Западные разведки. Организовавшие кровавое шоу под названием «Протесты иранской оппозиции». Две улицы в Тегеране, где под дулами телекамер митингуют тамошние демократы, начинают заливаться кровью невинных жертв. Так происходит по их сценарию всегда. Им нужны мученики. Им нужны жертвы. Зачем? Чтобы показать нам по телевидению. Чтобы давить на правительство Ирана. Подумайте, зачем иранские демонстранты несут плакаты на английском? Кому они на этом языке обращаются? К своему президенту? Будь в феврале 1917 года интернет и телевидение, те демонстранты в зимнем Питере несли бы плакаты «Хлеба» и «Долой войну» тоже на языке Шекспира. А иначе как поймут люди на Западе, как плохо живется русским рабочим? Цель нынешних демонстраций вовсе не свержение исламского режима. Для этого кишка тонка. Демонстрантов не миллионы, а всего лишь тысячи. Цель организаторов беспорядков – оказание давления на Иран, на его политику в сфере углеводородов. Отдай газ. Отдай нефть. Вот какие тексты на английском должны быть написаны на полотнищах демонстрантов. Зачем иранские демонстранты несут плакаты на английском? Кому они на этом языке обращаются? К своему президенту? С целью нагнетания ужаса у западного зрителя и последующего давления на иранскую власть, мерзавцы, организовавшие это кровавое шоу, убивают людей. Вот ролик. Он облетел интернет. Комментарии к нему характерны. Видеокадры откровенного убийства, которые совершил иранский милиционер. 20 июня в 19.05 молодая женщина вместе со своим отцом стояла на пересечении улиц Хасрави и Сан-Цалехи, где они наблюдали за протестом, несогласных с результатами голосования. Вдруг раздался выстрел. Стрелявшим был сотрудник милиции Базиш, который прятался на крыше жилого здания. Пуля попала точно в сердце. Посмотрите эти страшные кадры. Вам дается готовый результат. Думать не надо. Девушку убил полицейский. А откуда это известно? Где доказательства? Зачем полицейскому стрелять, по идущей мимо красивой девушки? Кто же ее убил? Не знаете? Я вам скажу. Вспомните 1905 год. Сценарий похож до ужаса. Колонна рабочих, эсеровский боевик, стрельба по солдатам, ответный залп, жертвы. Итог. Кровавый царский режим. Тюрьма народов. Вспомните февраль 1917. Полицейские, якобы стреляющие с крыши с пулеметов, по народу. Причем уже после падения власти. У полиции нет пулеметов. Зачем стрелять по народу? А еще вспомните Румынию времен свержения Чаушеску. Там то же самое. Для раскачивания ситуации нужны трупы. А власть за последний век хорошо изучила повадки революционеров. Иранские полицейские не стреляют. Стараются не стрелять. Палят в воздух. Такой радости, как убитые демонстранты, СНН и Би-Би-Си доставлять нельзя. Приходится готовить нужные события и кадры своими силами. И вот у подло убита девушка. В сердце. Одним снайперским выстрелом. И тут же на месте случайно оказывается камера. Идет съемка. Через полчаса ролик в сети. С однозначным комментарием, что убил полицейский. Вы еще не забыли греческого малолетнего анархиста, Якобы застреленного полицейским, Чья смерть послужила предлогом для волнений в Афинах В конце 2008 года. Вспомните. Сопоставьте факты. Почерк совпадает удивительным образом. А Политковская, убитая в день рождения ВВП. А Литвиненко, отравленный так дорого и так странно. Западным журналистам сразу было понятно, Кто их всех убил. Сразу и навсегда. А следом за ними железобетонную уверенность Усваивали и наши либералы, и западные обыватели. Но откуда все это берется, спросите вы? Как в Иране, монолитном, казалось бы, обществе появляется оранжевая чума? Посмотрите на карту. Уже сегодня Иран почти полностью окружен американцами. Слева Ирак. Справа Афганистан. Посередине Персидский залив и арабские страны, словно сыпью, покрытые базами США. Вывод прост. Завести в Иран агентуру. Оружие и деньги проблем не составят. Основной костяк перемен в Иране – Иранские мигранты, живущие на Западе, Сотрудничающие с американской и британской разведками. Как в Китае в 1989 году на площади Тяньаньмэнь Самыми активными были студенты из Тайваня. Как в Кишиневе из Румынии. Как после Майдана на Украине на специальных базах готовили российских студентов Для возможного будущего свержения Путина. Спецслужбы Запада используют новейшие компьютерные технологии. Недаром власти Ирана отключили в Тегеране СМС. Это современный город. Магазины, интернет, западные сайты, Ютуб. А потом тем, кто на соответствующие сайты ходил, приходит СМС. Не дадим себя снова сделать стадом. Не дадим подтасовывать результаты. За нашу и вашу свободу. Все на улицу. Отправитель сидит где-нибудь в Оклахоме на базе ЦРУ. А молодые дураки идут на улицу. Где подставляются провокаторами под пули. Сразу же после начала беспорядков в Иране, в интернете появляется форум «Анонимус Иран», который призван стать безопасным и надежным средством для общения между иранцами и их друзьями со всего мира. Причем все записи оставляются от анонимных пользователей и на английском языке. Создатели позиционируют его как форум, где можно узнать правду. А чтобы жители Ирана и всего мира, не знающие английского языка, могли читать правду неожиданно для всех, корпорация Google запустила в своем словаре поддержку языка 4C, который позволяет автоматически переводить большие тексты. Американский Facebook, аналог в России ВКонтакте, также неожиданно запустил локальную версию своей социальной сети для предоставления возможности легкого общения между жителями Ирана и всем миром. Иранские власти активно пытаются бороться с этой информационной атакой, прервали СМС-сервис, выслали из страны журналистов, подобных тому негодяю, ради камеры которого снайперы убивают девушек. Они арестовывают подстрекателей, ловят агентов, перекрывают каналы поставки денег. Но это лишь помогает снизить количество жертв. Предотвратить их невозможно. Как не избежать репутационного ущерба для страны? Ведь все это спланировано заранее. К делу подключены не только профессиональные убийцы, разведчики и журналисты, но даже хакеры. На упомянутом уже форуме Anonymous Iran подробно рассказывают о том, как можно обойти блокировку сервисов и через определенные фильтры выходить в свободную сеть. Иран. Пляска на крови. Отгремели бои за свободу иранского народа. Убраны сожженные машины, вставлены разбитые стекла. Что осталось? Осталась кровь. Мы вновь видим жуткую картину. Пляски на костях невинных жертв. Даже точнее одной жертвы. Вы помните это лицо? Это 27-летняя Неда Ага Салтан. Она была застрелена снайпером на улице Тегерана. Именно снайпером, а не полицейским или стражем иранской революции. Смерть этой девушки была срежиссирована, как страшный спектакль. В нужном месте камера. Съемка начинается не сразу, но оператор находится совсем рядом. На пленке ничего не видно, кроме умирающей девушки. Но все подписи сразу говорили, что убийца из правоохранительных структур Ирана. Все это ложь. И лучше всего об этом говорят пляски на крови несчастной девушки. Все как обычно. Гневные голоса, пафос и скорбь на лицах. Обличительные речи. Это с одной стороны демократической. На другой стороне кровавый режим. Все просто, все понятно. Вспомнили? Убийство Политковской, эфир эхо Москвы. Гневные голоса, пафос и скорбь на лицах. Обличительные речи. Это с одной стороны демократической. На другой стороне кровавый режим. Все просто, все понятно. Вот типичные публикации демократической прессы. Им все ясно. Убийцы найдены. Разумеется, это иранская власть. 27-летняя Неда Агасалтан погибла 20 июня на проспекте Каригар в Тегеране. Сделанное очевидцем видео, на котором снята смерть Неды от пули Басиджа, в тот же день разошлось по интернету и было показано всеми крупнейшими мировыми телеканалами. За следующие несколько дней Неда, на фарси имя значит «Призыв», стала иконой протеста. Плакаты с ее изображением висят по всему Тегерану. Про нее сочиняют стихи. С ее фотографией выходят на демонстрации. Тысячи иранцев вышли на улицы Тегерана на митинг памяти Неды Агасалтан. Митинги в память Неды состоялись также в различных странах мира. В США выходцы из Ирана провели шествие в Лос-Анджелесе. Они держали иранские флаги, плакаты с фотографиями убитой девушки и лозунги. «Неда – это я! Свободу Ирану!» «Она была случайной прохожей, и ее застрелил снайпер, а потом снял случайно оказавшийся рядом оператор, потом эфиры всех западных каналов, и вот она уже икона, она знамя, хотя она никогда этого не хотела. Ни демонстраций, ни свободы Ирану». Жених Неды, Каспиан Макан, в интервью телеканалу BBC Persian, сказал, что в субботу Неда находилась в автомобиле со своим учителем музыки. Она была устала, ей было жарко, и всего на несколько минут Неда вышла из машины и была убита. Свидетели убийства девушки подчеркивают, выстрел был прицельным, пуля попала Неде в сердце. Стоп! Снайпер был, это факт. Не случайный полицейский, случайная пуля, прицельный выстрел в сердце, кое-где пишут в голову, но может быть снайпер промахнулся и попал в девушку? А в кого еще попал этот снайпер? Других жертв нет. Что же это за снайпер, который стрелял только один раз и попал не туда? Ведь убивать девушку разгонявшим демонстрацию было незачем. Этот снайпер был там, чтобы убить именно девушку, желательно красивую, молодую. Одну, одним выстрелом. И тем дать старт кампании очернения Ирана. Не на неделю, не на год. Через 50 лет в учебниках истории, изданных на Западе, будут писать о кровавом режиме и публиковать ее фотографию. А еще на улице Тегерана стоял корректировщик, подбиравший жертву для снайпера и руководящий его стрельбой. И оператор, которому сказали, где надо стоять, чтобы поймать красивый кадр. Работала целая команда. Команда смерти. Где сейчас эти люди? Получили зарплату за смерть девушки и спокойно готовятся к новым выборам? Посол Ирана в Мексике заявил, что за убийством 26-летней Неды Ага Салтан, ставшей символом оппозиции и жестокости режима в подавлении народных мирных демонстраций, стоят, весьма возможно, американцы. Посол Мохаммад Хасан Гадири сказал новостной корпорации СНН, что пуля, извлеченная из головы убитой девушки, была не того типа, что применяют в Иране. Это методы, которыми пользуются террористы, ЦРУ и шпионские агентства. Один из моих читателей прислал письмо. Я внимательно изучал видеозаписи оппозиции о гибели Неды. Лучше наберите «Иран обвиняет ЦРУ в убийстве Неды Ага Салтан» в видео. И тогда точно выйдите на нужные видеоматериалы. На видеокадрах показано уже лежащее тело убитой Неды. Нет крови на лице. Кровь почему-то около ног. Глаза открыты. Видно, как начали нажимать на грудную клетку. Слышится крик фишар. Дави. Зачем давить при ранении в грудь или голову? Чтобы было больше крови? Что сделали с лицом? Есть видеокадры, когда Неду снимали еще живой на демонстрации вместе с человеком в полосатой рубашке. Как будто готовили к смерти. Выбирали образ. Смерть заснята профессионально. Мало кто готов признать, что в Иране было разыграно кровавое шоу. С уважением, Александр Лукаянов. Институт Востоковедения, РАН. Кровавое шоу. Его организаторам нужна мученица. Нужна смерть. И они не ждут милости от природы. Они делают смерть сами. Это очень важно. Иначе независимая газета не сможет написать с пафосом. Даже если сейчас протесты будут остановлены угрозами избиений и арестов, через 40 дней почтить память Неду и других погибших на улице выйдут новые толпы. Пролитая кровь не позволит оппозиции пойти на компромисс с властью. У вас еще есть вопросы, кто убивает российских милиционеров и чиновников на Кавказе? Кто организует любые провокации, если ближайшие выборы пойдут не так, как им надо? Посмотрите еще раз этот страшный ролик. Я знаю, что смотреть его тяжело. Но только так вы сможете понять, какая поистине сатанинская сила желает подчинить своей власти не только Иран, но и Россию, и Украину. И весь мир. Не останавливаясь ни перед чем. У вас еще есть вопросы, кто убивает российских милиционеров и чиновников на Кавказе? Кто организует любые провокации, если ближайшие выборы пойдут не так, как им надо? Кто убивает и потом тиражирует эту смерть через свои СМИ, в свою пользу, обвиняя в ней неугодную ему власть? Поймите сами и расскажите другим. Ведь по улицам мимо всевозможных несогласных случайно могут идти дети. Большая разница. Бывают компромиссы и компромиссы. Когда-то говорил Ленин. Честно говоря, когда я был школьником, смысл этой сложной фразы не очень понимал. Верил больше на слово. Теперь, понимая немного больше в политической кухне, мне самому хочется сказать. Бывают выборы и выборы. Почувствуйте разницу. Большую киргизскую разницу. Все последнее время выборный процесс в странах, имеющих стратегический интерес для США, заканчивался погромами, поджогами, демонстрациями и даже убийствами. И вот новые выборы. В Киргизии. И тишина. Хотя, по идее, все должно быть наоборот. Слишком много общего с выборами в Иране. Первое. Как и в Иране, так и в Киргизии выбранным оказался бывший глава государства Курманбек Бакиев. Второе. Как и в Иране, как и везде, где оранжевым путем свергали власть, итоги выборов были опротестованы еще до их официального объявления – демократическими кандидатами. Между тем оппозиционеры, а это главным образом Атамбаев и примкнувший к нему Назаралиев, еще в день голосования, продемонстрировав свое презрение выборному процессу и его участникам, публично сняли свои кандидатуры. Результатов дожидаться не стали, расписались в собственном поражении. При этом заявили, что выборы нелегитимны, поскольку имели место массовые нарушения. Третье. О нарушениях начали говорить иностранные наблюдатели, создавая информационный фон для формирования образа кровавого режима, попирающего свободы своих граждан. Глава миссии по наблюдению за выборами Бюро ОБСЕ Радмила Шекеринска подчеркнула, что они глубоко разочарованы проведением выборов в независимой республике, которая является членом ОБСЕ. К сожалению, данные выборы не продемонстрировали прогресса, на который мы надеялись и не соответствовали основным стандартам ОБСЕ, который Кыргызстан обязался соблюдать как страна-участница организации. А день выборов стал для нас разочарованием. Однако мы надеемся, что наши оценки и рекомендации будут использоваться в конструктивном русле для кардинального пересмотра проведения выборов в Кыргызстане, заявила госпожа Шекеринска. Наблюдатели от ОБСЕ в своем отчете также говорили о нарушениях, в частности о сбросе бюллетеней и о принципе карусели, когда один человек голосует несколько раз. Об этом же самом, кстати, заявляли и оппозиционеры. Итак, все детали оранжевого пазла налицо, но ими никто не воспользовался. Переворот в Кыргызи никто даже не начал. Оппозиционеры немного повозмущались, вяло попризывали сторонников на улицы, и все. А вы помните, что было в Тегеране при точно таких же условиях? Да что там Иран? В самой Кыргызии имела место оранжевая революция, а, проще говоря, государственный переворот, официальным поводом для которого была аналогичная, якобы имевшая место ситуация с фальсификацией выборов. Только в 2009 году ее не стали раскручивать, а в 2005 раскрутили по полной программе. Особенную странность и пикантность ситуации придает тот факт, что самого Курбана Бакиева, которого среднеазиатские демократы сегодня зовут узурпатором, и туркмен Баши, к власти привел именно оранжевый переворот в марте 2005 года. Волна народного гнева против сфальсифицированных парламентских выборов привела Бакиева к власти, пишут демократы, которых сегодня он уже не устраивает. Итак, что мы имеем? Повод для путча есть. Необходимые для этого демократы в ассортименте. Благожелательность Запада имеется, а переворота нет и даже не предвидится. Почему? Если вы будете думать, что волны народного гнева возникают сами по себе, ситуация покажется загадочной. Но если вы откроете глаза и осознаете, что череда государственных переворотов и их попыток с одним и тем же сценарием осуществляется спецслужбами Запада, то все станет на свои места. В Иране газ и нефть. На Украине соседство с нами и база флота. В Грузии – Черноморское побережье и возможность поставить Кремль в сложное положение чужими руками. В Молдавии – газопровод. Все это нужно американцам. И они пытались взять страны и их ресурсы под контроль. Отсюда и череда похожих, как близнецы, демократических переворотов, как бы само собой образовавшихся. А что надо США в Киргизии? В Киргизии им нужна перевалочная база для своих войск в Афганистане. И американцы ее вновь получили, договорившись в Москве с Путиным и Медведевым. Так зачем делать революцию, если цели достигнуты путем переговоров? Тем более, что Киргизия отнесена, согласно им, к зоне влияния России. Киргизские демократы получают сигнал не бузить и громят тиранов лишь на страницах газет и интернет-журналов. Нет демонстраций, нет погромов. Полного торжества демократии не видно. Вот такая получается большая киргизская разница. Почему не меняются руководители ФРС? Известная истина. Приходит новый президент США, меняется команда, меняется внешняя политика, меняется все, кроме главы Федеральной резервной системы. Почему же его не меняют? Потому что ФРС это частная компания. И американскому государству она не подчиняется. Чтобы все в нашей голове правильно устаканилось, нам надо разобраться, кто же есть власть в Соединенных Штатах Америки. Известный афоризм гласит, что власть вовсе не в руках тех, у кого много денег, а в руках тех, кто эти деньги выпускает. Кто выпускает американские доллары? Возьмите долларовую купюру. Почитайте, там все написано. Прямо наверху идет надпись Federal Reserve Note, что означает банкнота Федерального резерва. Понимаете? Перед вами не доллар США, а доллар Федеральной резервной системы. Как говорится, почувствуйте разницу. Надпись United States of America, расположенная чуть ниже на долларе, имеет чисто географическое значение, указывающее нам, где находится организация, выпустившая данную банкноту. Что такое ФРС? Это не государственная структура. Это если мягко сказать, а если сказать правду, то Федрезерв – это частная лавочка. Слово «федеральное» в названии этой конторы смущать нас не должно. Это обыкновенная мимикрия. Федерализма в ней не больше, чем в частной почтовой службе Federal Express. Сомневаетесь? Зайдите на официальный сайт ФРС. Почитайте. Особенно в дебри уходить не будем. Кто хочет, может прочитать подробности в моей книге «Кризис. Как это делается». Вкратце дело обстоит так. Коммерческие банки по территориальному признаку сгруппировались в Федеральные резервные банки. Главы этих 12 федеральных резервных частных коммерческих банков составляет Совет управляющих ФРС из 7 человек. Этот Совет управляющих выбирается на 14 лет. Насколько выбирают американского президента? На 4 года. Как выбранный на 4 года может контролировать выбранных на 14 лет? Вернее говоря, кто кого контролирует? Из своего состава они выбирают главу ФРС на срок в 4 года, которого и утверждает президент США. Штука в том, что президент его не утвердить не может. Он вообще не имеет никакого влияния на деятельность ФРС. Потому что Федрезерв это ООО ФРС. В составе его Совета управляющих нет представителей государства. США не принадлежит ни одного процента акций ФРС. По закону, глава Федеральной резервной системы просто отчитывается перед Конгрессом США. Но конгрессмены ничего не могут ему ни приказать, ни указать. Как и президент США, сомневающихся в этом отошлюк книги бывшего главы ФРС Алана Гринспена «Эпоха перемен». И еще вдогонку напомню, что в США нет ни одного государственного банка. Мутная система. Организация мутная. Все сделано так, чтобы не задумывались о том, почему доллары печатает не государство. Так почему новый президент не меняет человека, возглавляющего ключевую организацию американской, да и всей мировой экономики? Потому что президент США не может его назначить, как и не может его уволить. То есть формально назначение главы ФРС подписывает он, но на самом деле решение принимается совсем в другом месте. Если бы глава США мог менять главу Федрезерва, он бы его обязательно менял. Иначе получается абсурд. Пришла команда демократической партии на все посты, а ключевой финансовый пост занимает тот же человек, что совсем недавно верой и правдой проводил курс республиканцев, против которого выступал Барак Обама и благодаря отрицанию которого получил голоса избирателей. За всю новейшую историю Федрезерва не было ни одного случая, чтобы президент не утвердил главу ФРС. Алан Гринспин возглавлял Федрезерв целых 19 лет, с 1987 по 2006 год. При президенте республиканце Рейгане, при президенте республиканце Джорджа Буша старшим, при президенте демократе Билли Клинтоне, при президенте республиканце Джорджа Буша младшим. Каждый новый президент заново назначал его на высший финансовый пост в США. До него ФРС возглавлял Пол Волкер, при демократе Картере и республиканце Рейгане. При этом сам Волкер был членом демократической партии, но победивший Рональд Рейган его, тем не менее, переназначил. Много интересного можно узнать, просто присмотревшись к ФРС. Именно эта организация организовала Великую депрессию и нынешний кризис, фактически подменив с собой в США государство. Это Федрезерв, вернее говоря, его банкиры и учредители назначают американских президентов. При этом, как мы видим, партийность не имеет никакого значения. Потому что республиканцы и демократы – это не что иное, как левая и правая рука одного организма, который, разыгрывая красивое выборное шоу, узурпировал власть в Штатах и через это практически во всем мире. Почему демократия никогда не победит во всем мире? Страшно неприятная эта штука – деньги. Почему? Да потому, что они нужны всем. И борцам за свободу, и правозащитникам, и журналистам. И даже судям и адвокатам. Этот прискорбный факт нарушает идиллию. Иной раз видишь по телевизору благообразного политолога или упитанного борца за наши права. Говорит хорошо, убедительно. Кроет почем зря все плохое и хвалит так же горячо все хорошее. А в голове предательский вопрос возникает. А где же этот достойнейший человек деньги получает? Не банально ли необходимостью получить презренные денежные знаки, обусловленный его пафос и обличительная сила? И сразу меркнет орел борца. Исчезает нимб вокруг его головы. Деньги не исправляют несправедливости природы, а усугубляют их. Когда-то сказал писатель Леонид Андреев. Деньги, они и вправду все портят. Как приятно и легко жить в понятном мире, в котором все уже разложено по полочкам, все разжевано до состояния кашицы. Есть в этом мире силы добра, это Запад. Есть даже целая империя добра, это США. У этой доброй страны, озабоченной исключительно правами человека во всем мире, есть очень много стран-друзей. Все они воспитанные, политкорректные и больше всего на свете любят, чтобы люди всей земли жили в мире достатки и счастья. И поэтому тех, кто не хочет жить в мире достатки и счастья, империи добра и ее друзьям приходится бомбить. Но только для того, чтобы они перестали быть плохими и, став, наконец, хорошими, зажили в мире достатки и счастья. Все просто и ясно в понятном мире. Думать не надо, анализировать не надо. Но как отличить плохих от хороших? Чтобы сложностей не возникало, плохих покажут по независимому ни от кого телевизору и назовут плохими. О них расскажут свободные газеты, никому не подчиняющиеся радио и никем не финансируемые глянцевые журналы. У западного обывателя проблем с определением плохих не возникает. Все покажут, все объяснят. И критерий хороший придумали. В плохих государствах в них демократии нет. Или ее мало, или недостаточно много. А раз они плохие, эти государства, то на вопрос, кто готовит все плохое, происходящее на планете, ответ напрашивается сам. Эти нехорошие страны все и готовят. У них же, как у гоблинов Мордора и сказок Толкиена, других задач и проблем нет. Они только и думают. Как бы помешать свободному и счастливому миру жить в тепле и уюте. Но образы из книжного Средиземья не очень подходят для современных реалий. Тогда, словно по команде, в газетах и ТВ появляются новые слова-штампы. Например, страны и Гои. Первая мысль, которая появляется, когда я слышу этот термин, это что-то библейское. Где они были, эти страны? В каком раю? Какое яблоко надкусили? Кто их оттуда изгнал? Ничего не понятно. Причем не только автору этой книги, но и маститым политикам. Как российским, так и что уж совсем удивительно, и западным. То есть тем самым, кто эти термины активно употребляет, кто их придумал и запустил в оборот. 27 июня 2007 года в эфире радиостанции «Эхо Москвы» беседовали генсек НАР Яаб Дехопс Хефер и член Совета Безопасности России, председатель Совета Федерации Сергей Миронов. Говорят о проблеме Косово, расширение НАТО, размещение ПРО в Европе, о предложении Путина о совместном использовании находящейся в Азербайджане габалинской РЛС. Дехопс Хефер Единственное, в чем мы, НАТО и Россия, не сходимся, это в отношении к странам-изгоям. Мы считаем, что от них исходит угроза, потому что они могут разработать ядерную технологию, ракетную технологию и так далее. Сергей Миронов «А кто определил, что есть страны-изгои? Кто у нас определяет, какая страна-изгой, а какая не-изгой? Вы можете мне сказать?» Дехопс Хефер «Есть угроза. Есть страны, на которые эта угроза направлена, и то, что вы предлагаете использовать габалинскую РЛС, мне кажется, говорит о том, что вы тоже считаете эту угрозу угрозой. Мы видим, что происходит в Северной Корее. Мы видим развитие ракетной технологии. Но я хотел бы, чтобы мне объяснили. Потому что если в России есть восприятие, что это опасно, я должен учитывать это восприятие. Но никто мне пока не смог объяснить, в чем заключается реальная угроза для России, десяти неядерных ракет-перехватчиков в Польше. А кто определил, что есть страны-изгои? Кто у нас определяет, какая страна-изгой, а какая не-изгой? Вы можете мне сказать? Не клеится разговор. Словно слепой с глухим беседует. Наш Миронов их с Хеферу конкретные вопросы задает. А ответа нет. Уходит от ответа глава НАТО. А лучший способ ухода в такой ситуации, как политиков и ораторов учат, вместо ответа самому задать вопрос собеседнику. Именно этот финт и демонстрирует Де Хоббс Хефер. Почему на такой простой вопрос генсек НАТО не отвечает? Вопрос-то ключевой. Как врагов определяете? Как угрозу замечаете, господин глава военного блока, который собирается несуществующие в природе ракеты стран-изгоев своими ракетами у наших границ устранять? Почему? Потому что и сам ответа не знает. Нет. Нельзя же сказать. Я с товарищами в изгое и определяю. Тех туда назначаю, кто мне не нравится из-за того, что не хочет плясать под нашу дуду. И не знаю. Сказать. Нельзя? Был бы ответ. Просветил бы нас вместе с главой Совета Федерации России. Глядишь, и не боялись бы этих ракет нашей политики. А со страниц западных газет, с экрана их телевизора все льется и льется старая сказка на новый лад. Про злых гоблинов, что мешают и мешают. Раз так, надо их бомбить и бомбить. Пока злые тоталитарные гоблины чудесным образом не превратятся в добрых демократических эльфов. И когда в последней плохой стране победит хорошая демократия, вот тогда человечество ждет золотой век. Так. Демократия неизбежно победит во всем мире любимый припев этой набившей оскомину песенки. И поют ее со всех экранов, со всех страниц. Хором поют и поодиночке. Даже не задумываясь над элементарно очевидной истиной, что все 6-7 миллиардов человек населения Земли просто физически не могут жить по высочайшим стандартам современного западного потребителя. Планета не выдержит. Ресурсов нет в таком количестве. Чтобы все люди Земли раз в 3 года меняли машину и раз в 3 месяца сотовый телефон. Так что получается? Демократия победит везде? Но жить одинаково хорошо везде не получится. И тогда для нас всех станет очевидным тот факт, что общественный строй к уровню жизни никакого отношения не имеет? Демократия будет у всех. А хорошая жизнь будет только у тех, кто контролирует месторождение нефти, газа и других природных ресурсов. Это, кстати, можно заметить даже сейчас. Есть уйма демократических государств, которые всем цивилизованным миром считаются именно такими. Но расположены они в Африке, Латинской Америке и Азии. И у них либо полезных ископаемых нет, либо они контролируются другими державами. И поэтому жители таких стран не входят в так называемый золотой миллиард. Демократия вроде бы есть, а процветание все не наступает. Но пока примеры такие единичны. Их можно не замечать или объяснять сложностью борьбы с мировым злом. Так что же получается? Демократия победит везде, но жить одинаково хорошо везде не получится? А вот когда демократия будет везде, несостоятельность, а точнее говоря, лживость приравнивания хорошей жизни к количеству политических партий станет очевидна всему миру. Десятилетиями орды политологов и платных борцов за чужие свободы твердили сотням миллионов людей, что другого пути к процветанию, кроме победы демократии, нет. И вот она победила. А хорошо живут опять в США, Великобритании и Японии, а плохо в Мозамбике, Вьетнаме и Колумбии. Что же тогда сказать? Чем такую странность объяснить? Будь вы политиком мирового масштаба, стали бы вы столь прилюдно показывать, что король голый? Стали бы вы его на улицу выводить? Нет, не стали. Его Величество, сказали бы, очень занят и потому на публике не появится. Он, сердешный, за демократию борется. Некогда ему. Вывод очевиден. Демократия не может победить во всем мире. Более того, демократия не должна победить во всем мире ни в коем случае. Иначе каждому станет ясно, что она вовсе не цель США и их друзей, а средство подчинения и организации для себя безбедного существования за счет остального мира. Хуже, чем победа демократии во всем мире, для Запада вообще ничего нет. Поэтому именно он, так за нее радеющий, сделает все, чтобы этого никогда в обозримом будущем не случилось. Чтобы всегда в этом мире были темные силы, наличие которых объяснит временные трудности на пути перехода всего человечества к всеобщей демократии. Движение – все. Цель – ничто. Вечное движение к демократии обеспечивает вечное доминирование на планете англосаксов и их приспешников, дает им вечно высокий уровень жизни. Приятно и почетно всю свою жизнь бороться за победу демократии, получать зарплату в твердой валюте и после тяжелого дня, полного этой борьбы, прогуливаться по уютным улочкам Брюсселя или жарить барбекю где-нибудь в городе Лос-Анджелеса. Чуть менее приятно числиться в числе передовых людей современности, живя в темном царстве, и прогуливаясь по московской слякоти, направляться на прием в американское консульство, где тебе вручат премию, диплом и окажут всяческое уважение. А победит свобода во всем мире. Что же целая армия правозащитников будет тогда делать? А они же ничего не умеют, кроме как разоблачать темные силы и тоталитарные режимы. А как не станет ни тех, ни других, как же им на хлеб зарабатывать? Что будут делать либеральные журналисты? Кому они будут нужны? Кто даст им премии за смелые статьи и разоблачение? Да и кого разоблачать, если все вокруг станут ярыми сторонниками общечеловеческих ценностей и гуманизма? Чем займутся все эти стада еврокомиссаров, сонмы инакомыслящих? Ведь все будут мыслить так же инако, как они. Как ни крути, а полная победа демократии – это полная катастрофа для всех демократов. А пока мир за демократию борется, оценщиками всего на планете происходящего они и являются. Именно борцы за свободу отделяют эльфов от гоблинов, зерна от плевел. Именно они решают, кого бомбить и назвать изгоем, а кого наградить и назвать великим демократом. При этом совершенно не важно, что происходит на самом деле. Важна лишь оценка происходящего. А оценка сегодня находится в руках Запада. Саакашвили залил кровью Южную Осетию, убил массу невинных людей. Он кто? Президент суверенной демократии, совершивший, увы, ошибку. Под суд его никто никогда не отдаст, потому что не сам обожающий галстуки Миша решил вдруг повоевать на Кавказе. Его направили, а значит после исполнения приказа прикроют. Мерзавца, на руках которого кровь осетинских детей ждет всего лишь отставка, пенсия, тихая работа в фонде борьбы за что-нибудь хорошее, чтение лекций студентам самого свободного вуза. А вот президента Белоруссии Александра Лукашенко в свободной печати иначе как диктатором не называют. Почему? Выборы провел не такие. Вот и диктатор. Да бог с ними, с выборами. Сколько детей он убил? Ни одного. Парадокс, однако. Убийца хороший, не убийца плохой. Не надо удивляться. Все от критериев оценки зависит, а вся оценочная деятельность у нас в одних руках сосредоточена, в руках Запада. Посмотрите, кто решает, как идут дела со свободой во всем мире, всевозможные общественные организации, где их офисы головные расположены. Все они там. Международная амнистия. Amnesty International. Международная неправительственная организация продвигает права человека, борется за них во всем мире. Основана в Великобритании в 1961 году. Там же расположена ее штаб-квартира. Ее национальные секции действуют в 56 странах. Организация насчитывает более миллиона членов. Большинство из них добровольцы. Работают за идею. Меньшинство работает за деньги. Только в штаб-квартире около 500 человек. Ежегодно Международная амнистия публикует отчет о состоянии прав человека в мире. Это и есть основная цель ее существования, о чем руководство наивным добровольцам-энтузиастам не рассказывает. В отчете перечислены почти все страны мира, но главными злодеями выведены. Догадайтесь, кто? Правильно, главные геополитические противники США и их друзей. Ситуация с правами человека у тех, кто посмел не лечь под Вашингтон, год от года хуже. Она ужасна в Китае, Венесуэле и Иране. Близка к катастрофе в России, Белоруссии и Сирии. И вполне нормально в свободном Ираке, на Украине и в Грузии, не говоря уже о самих США и Великобритании. Кто оплачивает деятельность этой организации? Откуда у нее деньги? Добровольные пожертвования, будет нам ответ. Это ясно, что добровольные. Боевикам в Чечне, ваххабитам в Дагестане тоже рекой шли абсолютно добровольные миллионы долларов. На подрывную войну против России. А этим ребятам из Амнистии кто добровольно десятки миллионов тех же долларов выделяет? Филантропы? Кто финансирует Transparency International? Эту международную, абсолютно неправительственную организацию, занимающуюся важнейшим для любого жителя Земли делом. Она спасает детей от голода? Вытаскивает попавших в сексуальное рабство малолетних девчонок из лап мафии? Покупает лекарства, умирающим от СПИДа? На что неизвестным дарителям не жалко сотен миллионов своих кровных, политых потом долларов? На борьбу с коррупцией. Важнее задачи у человечества нет. За это получают немалые зарплаты. Каким же образом борются? Формирование антикоррупционного мировоззрения и правосознания граждан. Институализация прозрачности. Предотвращение коррупции через обеспечение действенности антикоррупционных механизмов. Вы что-нибудь поняли? Нет? Ну и ладно. Главное-то совсем другое. Никаких денег не жалко вовсе не на борьбу с коррупцией, а на составление рейтинга коррупции в мире. Коррупцион Перцепшн Индекс. Этот рейтинг – манипуляция общественным мнением о целых странах. Это формирование отношения одних народов к другим. По сути, это не что иное, как форматирование реальности. Раньше люди разделяли по цвету кожи и форме черепа. Теперь по количеству взяток и партий в их стране. И снова мы видим, что в независимых рейтингах именно противники США и Запада всегда выглядят очень и очень плохо. Именно этим нужным делом и занимаются люди из Transparency International – организации, основанной простым человеком, которому коррупция жить никак не давала. Кто же этот Дон Кихот? Бывший директор Мирового банка Петер Айген. Может быть, такова и есть печальная истина? И надо нам признать эту простую мысль, которую на все лады кричат нам в уши либералы. Мы сами, живущие в России, а заодно и все наши друзья на планете – это уродливые гоблины. Нет, не спешите соглашаться с этим диагнозом. Он ложный. Еще товарищ Сталин мудро сказал, что не не важно, как голосуют, а важно, как считают. На мировом политическом поле идет матч. Противники пинают друг друга ногами, рвут зубами, ломают кости и хребты. Все, как всегда, обычный матч в политический футбол. Здесь по-другому никогда и не играли. Но судья почему-то замечает нарушение только одной команды. Карточки и штрафные всегда в одни ворота. На все вопросы строго отвечает «Я судья, мне виднее». Хотите выиграть в политический футбол – поставьте судьей своего человека. Это же так очевидно. Кто главная мишень критики? Кого рассматривают под лупой? Разумеется, нас. Слышу возмущенные возгласы. Не нравятся вам оценки этих организаторов? Так создайте свое и оценивайте. Боритесь, как вам нравится. Предложение разумное. Одно только «но». Никто вам на западе трибуны не даст. Печатать будут их, интервью брать у них, отсчеты печатать только их. Отвечать на запросы их, а не ваши. И в телекартинке все время будут они. А вы боритесь, боритесь, пожалуйста. Вы же вольны. У вас свобода. И у нас тоже свобода. Свобода вас не показывать и не публиковать. Чтобы вас услышали на улице, нужен рупор или мегафон. В современном обществе это средства массовой информации. Они на западе почти все сплошь независимые. Свободные. Цену этой независимости мы увидели в августе 2008 года. Все как одна телекомпании показывали грузинские грады, стреляющие под Схинвалу. И говорили, что это русские стреляют по горе. Все как одно серьезные печатные издания излагали одну и ту же версию событий, согласно которой большая Россия напала на маленькую Грузию. Разве могут ошибаться все разом? Очень маловероятно. Особенно если все свободны в изучении фактов, независимы в выводах и могут показывать все, что считают нужным. Очень часто можно услышать, что современная российская власть взяла под контроль все средства массовой информации. Так любая сильная власть только так и поступает. Действия наших власть-подержащих в мельчайших подробностях повторяют давно уже сделанные ходы Запада. Там все СМИ уже давно в надежных руках. От того, как заведенные в нужный момент и долдонят сущую ерунду и откровенное вранье. Все основные средства информации Запада контролируются и направляются из одного центра. Именно это и объясняет загадочную слепоту и глухоту западных масс-медиа во время событий в Южной Осетии. Прошла команда. Как их освещать? Они так и освещали. Врали талантливо, умело. Показывали только Саакашвили. А российских политиков нет. Осетинских тем более. И только в октябре на канале Ви-Би-Си вышел в эфир репортаж британского журналиста, который через два месяца сумел узнать правду. Грузия начала войну первой. В Осетии погибли мирные люди. Неужели для этого надо так много времени? Нет. Просто прошла команда понемножечку рассказать правду и слегка сместить акценты. Сигнал к смягчению позиций по осетинским событиям был весьма конкретным. Медведев и Путин рассказали правду о случившемся в интервью американским и европейским журналистам. Главу иностранного государства пускают свой эфир только тогда, когда предварительно достигнута договоренность об этом по дипломатическим каналам. Совершенно ясно, что президента и премьера России обязательно спросят о событиях в Осетии. Также очевидно, что они скажут в ответ. И вот только после их появления со словами правды в эфире западных СМИ, сами независимые и свободные деятели пера вдруг написали и сняли свои репортажи. Запад заметил преступление Саакашвили не потому, что раньше ошибался, а потому что массированная информационная атака российских СМИ дала свои плоды. Отрицать очевидное стало невозможно. В этом и огромная заслуга Валерия Гиргиева, давшего концерт в уничтоженном Цхинвале. Почему же западные СМИ все время ошибаются в одну сторону? А это вовсе не безобидные ошибки. Именно то, что в телевизоре будет правильная картинка, а в газетах правильные фотографии, придавало уверенности Саакашвили, что он сможет молниеносным броском решить осетинский вопрос. Какая разница, что будет с людьми, сколько их погибнет, если на всех экранах мира будут показывать совсем другое? Там должны быть жертвы осетинских сепаратистов, рассказывающие о несуществующих зверствах. Там должны быть грузинские танки, заваленные цветами, плачущие старухи, чьи слезы корреспондент будет объяснять счастьем освобождения, а не горем по убитым родственникам. Никаких руин. Никаких трупов. Победная поступь демократии и ее апогей. Митинги жителей Цхинвала с танцами и песнями, снятые в любом другом грузинском городе. Глава мятежной республики Эдуард Какойты в наручниках, под конвоем грузинских полицейских. Хороводы вокруг портретов молодого и решительного Мишико. Слава ему! Грузия вновь едина. Все по канонам жанра. Хорошие победили, плохие проиграли. А что происходило в действительности, кто это узнает? Газеты и телевидение — это страшное оружие. И оно без контроля быть не может. Если вы не повесите замок на склад с автоматами, то завтра из них будет стрелять кто-то другой. Не будете кормить свою армию, станете кормить чужую, говорил Наполеон. Так и со СМИ. Не будете ими заниматься, не станете кормить журналистов и направлять их действия, их с удовольствием накормят ваши противники. Не надо питать иллюзий. Свобода слова, права человека, свободная пресса — это орудия в невидимой борьбе, непрерывно идущие за господство над миром. А наш мир имеет финансовое устройство. Плохо ли, хорошо ли, но это так. Главное сегодня — деньги. Ими мерится все — сила государств, правильность идеологий, степень успеха и важности людей и континентов. Раньше войны велись за обладание землями и ресурсами. Теперь главное — кто будет печатать деньги. Остальное печатная машинка просто купит. Журналистов, полезные ископаемые, политических деятелей, земли и территории. Сначала купит то, что продается. Потом попытается купить то, что ей сопротивляется. Для этого и нужен кризис. Почему либералы не умеют считать 9 сентября 2009 года по настоянию Грузии на Генеральной Ассамблее ООН состоялось голосование по инициированной Тбилиси-резолюции. За документ проголосовало 48 стран, 19 было против, 78 воздержалось. 47 делегаций не участвовали в голосовании. Комментарии к итогам данного голосования, которые прозвучали в эфире радио «Эхо Москвы», повергли меня в шок. Оказывается, наши либералы не умеют считать. Привычка искажать действительность так прочно въелась в их подкорку, что ребята не замечают элементарных вещей, не обращают внимания на простые математические правила. Помните, учили в школе знак «больше» и «меньше». Это такие галочки. Они очень похожи, разница только в развороте. Победу от поражения отделяет один значок. Запутаться очень легко, особенно если этого хотеть. Вот и путаются Леонид Радзиховский с Виктором Шендеровичем. Может быть, путанников и больше, но я лично слышал только два комментария тех, кто совсем забыл школьный курс арифметики. Немного о сути дела. Документ, о котором идет речь, был представлен грузинской делегацией на рассмотрение 63-й сессии Ассамблеи по пункту повестки дня «Затянувшиеся конфликты на пространстве Гуам – Грузия, Украина, Азербайджан, Молдавия и их последствия для международного мира, безопасности и развития». Его название – «Положение внутренне перемещенных лиц, ВПЛ и беженцев из Абхазии, Грузии и Цинвальского района Южной Осетии – Грузия». Уже из названия видно, что с точки зрения этого документа Южная Осетия и Абхазия рассматриваются как составные части Грузии. Для этого, собственно говоря, бумага эта и составлялась. Тут начинаются маленькие хитрости, о которых господа либералы забыли нам рассказать. Оказывается, документ Генассамблеи ООН ничего общего не имеет с документом ООН. Это только лишь документ государства, которое внесло его на голосование и попросило дать ему оценку. Далее же происходит голосование. Союзники того или иного государства поддерживают содержимое документа, а противники не поддерживают. Подготовленный Грузии документ никак иначе не мог освещать такую существенную сложную проблему, как игнорирование отпадения двух частей. Россия голосовала против. Это естественно, ведь Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Постоянный представитель Российской Федерации при ООН сообщил, что Россия даже подготовила поправки к проекту, однако предложение поработать над текстом не было воспринято. Любопытно и то, что делегация Российской Федерации была единственной, кому до голосования не передали текст документа. Но это все маленькие хитрости большой политики. Вроде как незаметно наступить на ногу или подложить кнопку на стул. Самое интересное – это сами результаты голосования. Но прежде чем их вспомним, давайте все-таки поймем, что на самом деле ставилось на голосование. Только крайне наивные люди могут думать, что грузинскими дипломатами и их американскими партнерами двигала забота о беженцах. На самом деле в ООН был проведен блиц-опрос об отношении государств мира к политике Соединенных Штатов. Ведь именно США – главный патрон Грузии в ее нынешнем виде. И впервые с момента распада СССР политика Штатов получила отпор по всем статьям именно в Южной Осетии. Отпор военный, информационный, дипломатический, политический. Голосование в ООН шло вовсе не о беженцах. На самом деле вопрос, на который отвечали делегации стран мира, выглядел так. Поддерживаете ли вы политику США в отношении Грузии? Или еще короче. Поддерживаете ли вы политику США? И что же мы видим? «За» – проголосовало 48 стран. «Против» – было 19. Вот тут Шендеровичи и Радзиховские начинают говорить о поражении России, о провале внешней политики Кремля. С ужимками и шутками-прибаутками вместо фактов. А иначе любой их слушатель сможет задать вопрос. «Постойте, а как же еще 78 воздержавшихся стран? Ведь они не поддержали политику США. То есть тем самым они выступили против нее. Просто по разным причинам сделали это в мягкой форме. Каждая страна по своим собственным резонам решила не вступать в прямую конфронтацию с пока еще сильными США. Но каждая из воздержавшихся стран не поддержала американцев. Вот что важно. Наиболее робкие государства вообще не голосовали. И таких было 47. Голосование в ООН шло вовсе не о беженцах. На самом деле вопрос, на который отвечали делегации стран мира, выглядел так. Поддерживаете ли вы политику США в отношении Грузии? Или еще короче. Поддерживаете ли вы политику США? А вот теперь займемся математикой. Поддерживают политику США 48 государств. Не поддерживают. 19 плюс 78 равно 97 государств. Так кто проиграл? О чьем провале надо говорить? Такого антиамериканского результата голосования действительно не было с момента распада СССР. Россия одержала очередную дипломатическую победу. Несостоятельность США, как сверхдержавы, становится очевидной для всех. Ближайший союзник Вашингтона был публично отлуплен военным путем, а его патрон ничего не смог сделать. Не удалось Вашингтону даже информационно доказать свою правоту. Акела промахнулся. И голосование в ООН очень наглядно показало, что вся стая этот факт отметила и приняла к сведению. Его клыки уже не так грозны. Былая ловкость и мощь стремительно уходят. Мир меняется. И изменила его Россия. Удобная штука – либерализм. Либеральная идея всегда благоволит частной инициативе и сокращает вмешательство государства в экономику. Вы с этим согласны? Вынужден Вас разочаровать. Все значительно прозаичней. Либеральная идея благоволит интересам США. Именно в этом главное предназначение либерализма. Все остальное – не более чем словесная шелуха. Второе, главное предназначение либерализма – это наносить вред геополитическим противникам Соединенных Штатов любым способом. Это хорошо заметно на примере Молдавии. Совсем недавно на парламентских выборах демократы-либералы потеснили коммунистов. Назначили своего исполняющего обязанности президента. И начали реформы. Но если вы думаете, что теперь роль государства в экономике начинает уменьшаться, то вы жестоко ошибаетесь. О возможности национализации российской газовой собственности в республике на днях заявил Дорин Киртуаке, мэр Кишинева, один из лидеров, победивший на минувших парламентских выборов либеральной партии, а также племянник спикера и по совместительству исполняющего обязанности президента Молдавии Михая Гимпу. Слова победивших либералов нельзя читать без смеха и даже хохота. «Если будет возможность, чтобы Молдова-Газ стала опять предприятием Молдовы, я думаю, это гордость для любого государства. Иметь такое стратегическое предприятие в собственности», заявил Киртуаке, добавив, что мы можем выкупить. «Гордость государства — это государственная собственность», ишь, как заговорили господа либералы. «Те, кто еще верит в свободу и западные ценности, задумайтесь. Коммунисты продают частную собственность компании «Газпром» 50% акций АО «Молдова-Газ». А либералы хотят провести национализацию этой компании. Воистину, все смешалось в доме Облонских. Хотя, если задуматься, все на своих местах. Борьба за турбопроводы в полном разгаре. Это наивные кишиневские погромщики могут думать, что они борются за демократию и права человека. На самом деле, они громили свою столицу, чтобы лишить Россию доли в молдавской газовой монополии. Чтобы забрать контроль над молдавской политикой у Москвы и отдать его вновь в руки Запада. Борьба продолжается. Подождем ответа Кремля. Крах доллара. Или итоги большой двадцатки. Встречу руководителей ведущих стран мира всегда ждут с нетерпением. И в этом ожидании почти незаметным проходит увеличение числа участников с 8 до 20. Большая восьмерка уже не котируется. Уже не решает. Решает теперь большая двадцатка. Незаметно меняется мир. Можно ли было представить такое себе при незабвенном Борисе Николаевиче? Когда специально для него была выработана странная для политики математическая формула. Вы ее помните? При Ельцине было 7 плюс 1. Потом при Путине стало просто 8. Теперь при Медведеве уже 20. Количество игроков на мировой арене увеличивается. А количество валют? Могущество сегодняшних сверхдержав обеспечивается не военной мощью и даже не мощью экономической. Главное сегодня быть владельцем резервной валюты. Быть владельцем печатной машинки. Это когда ты печатаешь нолики на компьютере. А все наперебой стараются что-то произвести и продать, чтобы получить твои нолики. Ведь весь мир договорился именно их считать современным золотом. Американцы так и поступали. Печатали и сделали весь мир своим заложником. По своему желанию начинали кризисы. По своему желанию их заканчивали. Мир терпел это. Но больше терпеть не хочет. Хорош баловать. Именно так можно сформулировать главный рефрен нынешней G20. Именно вокруг доллара шел главный разговор. Мир поделился на две части. С одной стороны англосаксы, а с другой Россия, Азия во главе с Китаем и Европа, Франция, Германия, Италия. Владыки мира и желающие их потеснить. Главная повестка дня. Введение других резервных валют. Накануне саммита об этом говорили японцы, руководство России и арабские страны. Пекин предлагает создать новую валюту на базе МВФ. Аркадий Дворкович. Через 10 лет в мире будет 5-6 валютных союзов. Эксперты организаций объединенных наций советуют лишить американскую валюту привилегий. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вообще высказался круче некуда. Выход из глобального кризиса как раз и состоит в давно назревшем, неизбежном переходе от этих уже изживших себя мировых валют к новым финансовым инструментам нового качества. Реальным измерителям стоимости товаров и услуг. Это новая законная мировая валюта, в отличие от старой, дозаконной или даже незаконной мировой резервной валюты. Это новая демократическая валюта, имитируемая новым демократическим эмиссионным центром в интересах всего человечества, в отличие от старой тоталитарной валюты, имитируемой финансовым центром одной страны в интересах узкой группы лиц. Любой умный политик всегда станет на сторону сильнейшего, чья победа не вызывает сомнений Сегодня у уймы стран нет больше уверенности, что Запад победит Честно говоря, я еще никогда не слышал, чтобы доллар называли тоталитарной валютой, имитируемой финансовым центром одной страны в интересах узкой группы лиц Заметьте узкой группы лиц, речь явно не о населении Соединенных Штатов, а об узком круге владельцев Федеральной резервной системы США Настрой переговорщиков был боевым, причем с обеих сторон Отсюда результаты переговоров, их нет На просьбу Европы, Азии и России о постепенном выведении доллара с ведущих позиций и введении туда новых валют, Штаты ответили отказом Общую идею переговоров можно охарактеризовать так США обещали неким невероятным способом решить проблему своего астрономического долга Но им больше никто не верит Поэтому теперь мы можем наблюдать странную борьбу противоположностей Некоторые уважаемые финансовые институты говорят о долларе плохие вещи, другие хорошие вещи А ведь совсем недавно их ряды напоминали своим единомыслием ЦК КПСС Брежневского разлива Излишне либеральная монетарная политика Федеральной резервной системы США приближает закат доллара Так как вынуждает страны с развивающейся экономикой, такие как Китай, формировать новую валютную иерархию, говорится в докладе британского банка HCBC Wall Street Journal в свою очередь пишет, что делать ставку против доллара сейчас стало популярно среди готовых к риску трейдеров Но скоро этот тренд может сойти на нет Сейчас подобных противоречивых заявлений будет много Потому что вектор мировой политики более неоднороден США поют песню «Все хорошо, прекрасная маркиза», а все остальные игроки стараются подложить себе соломки на случай, если доллар все-таки рухнет Одни убеждают, что бак скрепок как никогда, другие начинают мягкую кампанию по внедрению в массы мысли, что доллар всего лишь один из многих Большая двадцатка не принесла никакого результата Это и есть ее главный результат Стратегических договоренностей нет Все смотрят, как США попытаются решить свою проблему А как Вашингтон может ее решить Любая другая страна в случае бюджетного дефицита что делает? Сокращает расходы Вот Латвия уже насокращала все, что только можно Пенсии, зарплаты госслужащих, русские школы В США тоже дефицит бюджета Что делают Штаты? Все, что угодно, но расходы не сокращают Наоборот, они их увеличивают Решение для США лежит совсем в другой плоскости Это срочное разжигание военного конфликта В котором сами они, разумеется, участвовать не будут Нестабильность, как прекрасно показал нынешний кризис Если кому и идет на пользу, то как раз доллару Спрос на него и на гособлигации США в такие моменты возрастает в разы А вот где США планируют войну, мы поговорим далее Спасение доллара, война Знакомая ситуация Вечер, одинокий прохожий, группа хулиганов Классический вопрос, закурить не найдется Не надо отвечать, не курю Хулиганы только этого и ждут Ведь им нужна драка, а не сигареты У них чешутся кулаки А мордобой одного, целая компания решает их проблему Так и в международной политике Кого же собираются бить в Соединенные Штаты Не надо быть великим аналитиком, чтобы составить список потенциальных жертв Это Иран и Северная Корея Везде сценарий организации войны сделан под кальку Некая страна может обладать ядерным оружием и или средством его доставки И именно поэтому по ней надо нанести удар Чувствуете, как подтасовывают для вас информацию Кто-то может совершить преступление И поэтому его надо убить Совершив преступление же Факт против гипотезы Виртуальность против реальности На кого напала Северная Корея за 60 лет своего существования Она один раз воевала с Кореей Южной Почти 60 лет назад И это была, по сути, гражданская война На кого напал Иран Можете вспомнить, когда и на кого хотя бы за последних 50 лет А теперь вспомните На кого напали США за последние 10 С этим проблем не будет Штаты все время с кем-нибудь воюют И всегда на чужой территории Еще один вопрос Сколько ядерных боеголовок есть у Ирана? Ответ Ни одной Как максимум Очень теоретический максимум Сколько ядерных зарядов есть у Северной Кореи Которые пока в ракету-носитель никак не влезают Сколько ядерных боеголовок у США? Поищите информацию сами Сопоставьте факты И решите Кто действительно опасен для планеты? Государство, воюющее и нападающее на страны по всей территории Земли Почти постоянно Или те народы, вероятность агрессии которых была близка к нулю Просто потому, что у них нет инструмента агрессии США переживает сегодня глубокий кризис Связан он с простой и понятной каждому причиной Живут ребята непосредством В этом году дефицит бюджета США составит 1,7 трлн долларов Казалось бы, в чем проблема? Надо экономить Сократите пару дивизий Отправьте на металлолом авианосцы Закройте половину военных баз Ведь именно это вы советовали России, когда она начала реформы Перестаньте выдавать нежелающим работать неграм деньги на пропитание Отправьте их на работу Поднимите ввозные пошлины на автомобили Сделайте больше налоги на топливо Не давайте денег молодым демократиям Перестаньте оплачивать расходы своих союзников И глядишь, дебет с кредитом сойдется Весь мир платит дань одной орде Которая навязывает свое устройство всему миру И имеет военный бюджет, равный военным затратам всего остального мира Нет, всего этого США делать не собираются Потому что прекрасно знают Вся Америка стоит на одной идее Эта идея проста Завтра будем жить лучше, чем сегодня А за счет чего, а вернее кого, думать не будем Упадет уровень жизни в США Следом немедленно посыплются и сами Штаты Причем в буквальном смысле По-русски название этой страны Соединенные Штаты Америки А на самом деле, если правильно перевести с английского Она называется Соединенные Государства Америки Каждый штат это государство Упадет уровень жизни И ничего более эти государства соединять не будет Все держится только на долларе И хорошей жизни Проблемы начнутся сразу во всех сферах А следом за этим побегут от США И их многочисленные союзники Которые служат дядюшке Сэму Вовсе не за идею демократии и свободы А за банальные денежные вливания За ядерный зонтик За возможность не иметь своей собственной дорогостоящей армии И так далее и тому подобное Поэтому снижать уровень жизни внутри себя США нельзя Это конец Не снижать его тоже нельзя Долг таков, что простое поддержание этого уровня Уводит нас в триллионы долларов долга Что же делать? Развязывать войну Война это нестабильность Война это экономический провал у тех, кто воюет Поэтому воевать должны другие Только борьба должна быть не локальной, а мировой Но речь вовсе не о мировой войне Речь об использовании оружия массового поражения Ядерного оружия Его наличие у конфликтующих сторон Делает такую войну поистине мировой Такой войной может быть ирано-израильский конфликт Помимо глобальных задач Он решает и локальную задачу Ставить палки в колеса бурно развивающемуся Китаю В 2008 году Пекин заключил соглашение На 8 миллиардов долларов с Ираном В рамках которого собирается развивать в стране нефтеперерабатывающие мощности и газовые ресурсы Если эти иранские ресурсы разбомбить Пекин нефти и газа не получит Но для начала войны нужен повод Вы обратили внимание Как часто в последнее время стали говорить об угрозе Ирана Израилю И решение подсказывается правильное Превентивный удар Получится ракетная война Израиль по Ирану, Иран по Израилю Сухопутных столкновений нет Зато есть огромная напряженность Которая вызвана потенциальной возможностью применения ядерного оружия Какие в такой ситуации новые валюты? Какие расчеты за нефть не в долларах? Главный нефтяносный регион Земли под угрозой В такой ситуации мир возвращается А вернее говоря не уходит от старого доброго доллара Признаки развертывания такого сценария налицо Например, общественность Израиля сильно удивлена За видеокассету с изображением похищенного капрала Израильской армии обмениваются и отпускаются на свободу 20 террористок Сидящих в тюрьме Есть чему удивиться и возмутиться Если не понимать, что в случае войны с Ираном Израильтянам нужен спокойный тыл Нужно, чтобы Хамас не открыл второй фронт И вот, под благовидным предлогом Израиль отпускает своих врагов в обмен на изображение своего пледного солдата Помимо палестинских женщин на свободу выходит и рыба покрупнее Израиль отпустил на свободу спикера палестинского парламента от движения Хамас Азиза Двейка Который находился в израильской тюрьме на протяжении трех лет Каков же повод для Ирана-Израильской войны? Это вопрос весьма щекотливый Перед тем, как это объяснить, я хотел бы сказать следующее Я фактолог Если я что-то утверждаю, я могу подписаться под каждым своим словом Но очень часто я знаю больше, чем могу сказать И не потому, что мне кто-то запрещает или не дает писать или говорить А просто потому, что у меня нет фактов и доказательств Есть две формы Я утверждаю и я думаю Так вот Я думаю, что поводом для будущей Ирано-Израильской войны должен послужить Арктик-Си Вернее говоря, тот груз, что был загружен уже на похищенный сухогруз Этот груз, вероятнее всего, и был ракетами российского производства Только Россия их Ирану не продавала На корабль их загрузили для создания повода к войне Арктик-Си, вероятнее всего, должен был быть захвачен израильскими командос где-то рядом с территориальными водами Ирана А вся история преподнесена мировой общественности как доказательство наличия у Тегерана опасных для Израиля ракет Доказательство агрессивности и кровожадности Тегерана Компания по демонизации Ирана стартовала не вчера Для этого использовались всевозможные поводы От ядерной энергетики до иранских выборов И вот перед нами финал глобальной провокации Захвачены ракеты Кто может гарантировать, что у Ирана их больше нет? Это и есть повод для превентивного удара И далее по сценарию Повода для войны не дала Россия Российские корни судна, экипажи и возможного военного груза давали возможность замазать Москву и вывезти ее из игры Протестовать против удара по Ирану очень сложно, если по всем телеканалам пойдет ролик о том, как буквально в последнюю минуту было перехвачено контрабандное российское оружие для Тегерана В эту схему отлично укладывается и неожиданный визит в Москву израильского премьер-министра Он просил Кремль, чтобы груз, несмотря на захват Арктик-Си, российскими спецслужбами все же доплыл до Ирана Обещая за это вывести Кремль из-под информационного давления Плавно спустив тему страны происхождения ракет на тормозах И повод для Ирана-израильской войны был бы получен Но Москва отказала Россия не заинтересована в разрушении Ирана В уничтожении еще до конца не созданного газового ОПЕК и тому подобное Причин много, выбирайте любую А теперь вновь переходим из области предположений в область фактов Удивительно, но именно в это время российскому руководству предлагались различные коврижки за отказ от сотрудничества с Ираном Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова